Значит, я напомню самое важное, что было в прошлый раз сказано, рассматривалось задачами. Вот эта вот, ну разумеется, функция выпукла. Она не просто выпукла, она, грубо говоря, гладкая и владает некоторыми свойствами. Вот эти свойства задачи мы на самом деле загнали в воратор. То есть мы формализовали понятие объекта, с которым мы работаем. Мы работаем не с самой задачей, а, как бы сказать, ну, она для нас воспринимается как некоторое, ну, что-то там написанное, например, в какой-то программе, и эта программа нам может выдавать, скажем, некий вектор, ну, издали напоминающий градиент. Исходя из этого вектора, мы должны как-то организовать вычислительный процесс поиска минимума этой функции. В принципе, и мы с этими примерами сейчас будем сталкиваться, значит, неточности и вообще вот эти сложности, которые тут возникают, они действительно связаны с тем, что многие задачи имеют сложную структуру, эротическую, многоуровневую. И для того, чтобы решить вот такую задачу, мы должны под задачу там какую-то решить. То есть чтобы посчитать градиент или там, соответственно, проекцию градиента, мы должны срочно решить какую-то нетривиальную задачу. Мы можем это сделать лишь приближенно. Поэтому здесь возникает такая вот, ну, нетривиальная вещь, что, в общем, мы можем не получать настоящего градиента. Более того, в ряде методов требуется значение функции. Мы также с такими методами тоже, с теми, 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 с теми. Какие-то вычисления. И вот нам нужно минимизировать число обращений каракулу. Значит, n с чертой, Дима был прав, все-таки здесь надо сказать n с чертой, это как бы x на итерациях. Ну, это как бы, что понимать под итерациями. Значит, нам в данной задаче не столько интересно вот это минимизировать, потому что это мало что характеризует. Общая трудоемкость, это число обращений каракулу, умножить на стоимость обращения каракулу. А число итераций, ну, какая разница? Мы хоть одну итерацию назовем ее, а на самом деле это будет вот. То есть это дело вкуса, что называть итерациями, но в той процедуре, которую мы будем, да, излагать, корректно вот называть число итераций n с чертой, а число обращения каракулу n от epsilon. Значит, обозначение чертой от epsilon n от epsilon означает, что вот при таком количестве обращений каракулу можно так, можно организовать вычислительную процедуру так, чтобы добиться вот этого. Почему здесь титма отожидали? Ну, потому что, в принципе, по правилам игры то, что нам выдается, выдается, в общем-то, ну, как бы мы не только допускаем шум не случайной природы, которую мы в дельта загнали, но мы допускаем шум, как бы, то есть кси отвечает за смещенную составляющую шума, и она может быть большая, а на уровень ее характеризуется дисперсией. То есть это просто смещенная оценка градиента, если для этого не было. Но когда, так сказать, есть дельта, то это получается байс. То есть у нас не можем точно смещенную оценку получить. Но вот это кси для нас важно принципиально, что при каждом обращении к каракулу он нам выдает какие-то вот такие зависимости, и каждый раз кси подставляет независимо разыгранную. Для нас это принципиально важно, чтобы он действительно мог нам... Часто орать вот это мы сами. То есть часто мы играем на том, чтобы, как бы сказать, мы вот эту задачу, общую минимизацию трудозатрат, мы как бы делим на две части. На то, насколько, как бы, каждая итерация, там, каждое обращение дорога, и сколько таких обращений. Вот, значит, играем на том, чтобы... Ясно, что они антагонистичны. Чем больше, чем более дешевая итерация, тем, скорее всего, больше таких итераций надо. Вот, и, в принципе, это как раз степень и свободы, которые нам позволяют играть. То есть обычно, если мы действительно имеем какую-то детерминированную задачу, то вот это вот может пониматься как рандомизация. То есть вместо полного вычисления градиента мы вычисляем что-то, что хуже градиента, но мы с 3 вычисляемся. И это все, так сказать, можно в байс вносить, тогда можно дисперсию и ничего. То есть это необходимо вводить, чтобы была достаточная вариативность нашего подхода. А дальше мы, собственно, вводим определение. Вот я, судя по вопросам, я посмотрел видео, которое было, мне показалось, что не до конца все было понятно. Я еще раз решу это проговорить. Значит, здесь важно, что мы как бы определяем, что на любой запрос, на любую точку х, мы в ответ получаем число и, ну, точнее, случайную величину и случайный вектор. Вот, то есть это R — это R, R — это размерность X. Вот, это в ответ на любой запрос. Но это как бы еще не оракул. Оракул — это когда мы говорим, что он идет какими-то свойствами. То есть это не абы какие зависимости. Если это абы какие, ценность от того, что он нам их дает, не такая. А нам бы хотелось, чтобы все-таки какая-то полезная информация о самой задаче содержалась в этих ответах о ракулах. И поэтому мы говорим, что, во-первых, ну вот в каком-то смысле эта штука... Ну, можно вообще-то просто считать, тут ноль. Даже так написано, как-то почти. Ну, это дисперсия, допустим, D. Значит, можно понимать, что это просто... Ну, у меня такая же большая дисперсия. Вот. В принципе, здесь можно аналогичное свойство наложить на вот эту штуку. Но она в методах нам не понадобится. Но если хотите, можете считать, что аналогичное выполнено с тем-то, допустим, числом вот для этой штуки. Но это нам, ну, просто в тех методах, в которых мы работаем, ну, если мы захотим что-то большее, то надо. А пока вот нам это не нужно. Но, в принципе, можно на это помогать. Так вот, вот это свойство. Ну, самое главное свойство — вот это. Причем тут Vue часто можно понимать как ноль. То есть это тоже определение, тогда просто сильно выпуклость не учитывается. Здесь важно, что мы, когда эту задачу ставим, мы как-то выбрали норму в пространстве. А, собственно, все это завязано на выбор нормы. Определение оракула завязано на определение нормы. Потому что здесь фигурирует вот эта норма, а здесь фигурирует сопряженная норма. Вот сопряженная — это кто нормой? То есть мы считаем, что пространство надяно какой-то нормой. И дальше мы говорим, что, ну, в принципе, раз вот уже у нас, так сказать, введен докларат вот с такими свойствами, вот с такими свойствами, то на самом деле эти свойства фактически означают, что эта функция там, ну вот, с липшицым градиентом там, в общем, хорошая. На самом деле, с такой игрой, наверное, о том, что дейта есть, можно сюда загонять и нехорошую функцию. Мы об этом говорили в прошлый раз. Так вот, значит, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что ответ, который мы в прошлый раз получили, он выглядит так, что давайте мы попробуем сказать, насколько хорошо можно, используя такой оракул, решить задачу оптимизации, вот которая введена в красную рамочку. Насколько хорошо с точки зрения, ну, с одной стороны нижних оценок, с другой стороны достижимости. Вот утверждение заключается в том, и мы это конкретно, конструктивно построим на втором году сегодня, сегодня это сделано. Утверждение заключается в том, что существует такое семейство. Семейство, потому что есть параметр b. Вот видите, здесь есть деки b. Вот, и этот b меняется от 0 до 1. Так вот, существует такое семейство методов, которое позволяет решать вот эту задачу, то есть добиваться вот этого, значит, за число обращения коракула, коракул вот такой, именно это интересно. Ну, мы верим с чертой, потому что, во-первых, она входит в оценку на уровень шума, а во-вторых, значит, потому что, ну, здесь тоже правильно написать 1 с чертой. Ну, что здесь еще я хотел, почему я это написал? К сожалению, я не знаю почему, это необъяснимая причина, я почему-то вот здесь в прошлый раз написал делить еще на b плюс 1. Вот это неправильно, ну, точнее, как бы, такого утверждения я не знаю. Я знаю утверждение с минус b, оно у нас доказано в таком виде, оно не улучшает, по-видимому, значит, соответственно, с b плюс 1 это как-то странно. Я не знаю, почему я написал, это сложно объяснить, но, пожалуйста, исправьте, потому что, ну, я посмотрел, вроде там, как бы, в окрестности кличе все правильно, но вот это место было нехорошо. Потом уже, удивительным образом, когда мы стали эти формулы подставлять всякие, уже, игра на гладкости, тогда стало правильно. То есть все формулы правильные, кроме вот самой первоначальной, с которой мы писали. Вот. А я напомню, дальше мы говорили, что, в принципе, даже если нет гладкости, можно за счет игры вот на этом искусно его водить. Вот. Значит, что здесь еще обращается внимание? Вот этот результат, в принципе, он получен для случая, когда у нас норма специальной эвклидовой. На самом деле, на самом деле, вот в таком же виде это все можно получить никогда не эвклидовая норма, но здесь возникнет дополнительный логарифмический множник, который, пускай, я решил не писать. И, в общем-то, ну, давайте оставим как есть. То есть в таком виде это более красиво выглядит, но мы должны понять, что это обобщается. Дальше, вот, я уже говорил, что есть степень свободы, играет на то, что в это можно погрузить искусственно, как бы, вводя деймом. То есть не потому, что оно есть в самой задаче, а просто потому, что мы хотим не гладкую задачу гладко погрузить. И подробнее мы об этом тоже сегодня будем говорить. Пока просто обратите внимание. Можно вопрос? А у нас n с чертой с логарифмом или без? Это хороший вопрос. На самом деле n с чертой с запасом можно брать логарифм. Нам удалось доказать, что можно без логарифма брать. Но я не буду сейчас такое. То есть на самом деле вот так можно писать. Есть такое точное время. Но для, так сказать, красоты, поскольку здесь вот так, лучше писать вот так. Мы ухудшаем качество оценки на логарифм, но зато так симметричность появляется. А поскольку я говорю, что все это оптимально стоящийся в логарифм, то я никого не обманываю. Ну то есть вот... Но вы должны понять масштаб того, что происходит. Это действительно нетривиально. Очень нетривиально. Вот таким образом сюда загоняется практически все, вообще все, что существует в рамках этих метров. И сегодня мы построим конкретно, как мы, скажем, начнем алгему делать. То есть мы два простейших метода предложим, потом с помощью специальной группы комбинации получим общий метод, который дает вот это. И это действительно способ рассуждения, очень такой замечательный, на мой взгляд, потому что он позволяет в различные ситуации все это переносить, обобщать. И нюансы разные улавливать, в частности, когда какие-то константы неизвестны, когда хочется здесь поиграть на чем-то. Ну это все впереди. А пока мы тогда определим один момент. Он действительно такой хитрый. Хитрый заключается в том, что, казалось бы, R — это вообще, говоря, размер, ну как бы сказать, размер области, да? На самом деле, в случае, когда область неограничена, мы вполне естественно можем решать задачи, неограниченные по областям. Что тогда R? Ну вот, и даже когда область ограничена, к сожалению, в этих формулах R — не размер области. Ни размер области согласно вот этой норме. Это надо понимать. И даже не расстояние от точки стата до решения согласно этой норме. И это неустранимо. То есть это действительно по существу дело. По существу дела возникает вот такая функция. Она возникает как бы, исходя из попытки доказать эти оценки, исходя из нижних оценок одновременно. Поэтому я и начал рассуждение вот в нижних оценках из того, что просто построил ОГЭ и потом сказал, что вот они же нижние. Ну, с некоторыми оговорками, о которых я сейчас скажу. И вот, значит, такая функция. Она в случае евклидовой нормы, например, она просто есть, когда вот эта вот есть евклидовая норма. Она есть одна вторая х квадратик. Но в более общем случае это уже как бы некоторая функция отличная от квадрата соответствующей нормы. Вообще говоря, не всегда. И это пригносит, в принципе, вот в такие оценки, ну, некоторые дополнительные факторы. Вот. Как правило, логаризмически. То есть это нюанс, который надо, значит, держать в голове. То есть вводится расстояние, согласно которому уже меряется расстояние от решения, да, от точки старта до решения. Вот. Ну, часто точку старта берут там, где эта функция обращается. Ну, это, в принципе, не отрицательная, значит, сильно выпукла. Тут принципиальное свойство вот это. Там эгородьер тоже в этой точке 0? Ну, она же выпукла, так сказать, это внутренняя точка множества должна быть. Спасибо, что обратим внимание. Раз так, то это просто следствие того, что она больше 0 в этой точке 0. Я могу вот это не писать. Вы можете это вывести и сахар. Это уже как бы не свойство, это следствие. Значит, вот здесь я написал, собственно, на чём можно поиграть. Это не только на этом. В частности, на выборе параметра, на выборе норма в прямом пространстве и выбор прокс-функции. Значит, вот эти пункты 2, 3, осуществляется выбор, исходя из структуры множества пунктов. А на самом деле, выбор 3, по сути, определяется выбором 2. Потому что, выбрав 2, мы дальше ищем такую функцию с этими свойствами, для которой вот это было бы минимально. Ну, ясно, что это, конечно, может зависеть ещё от этих конкретных точек. Но, как правило, ограничиваются... Здесь берут супремум по вот этим двум точкам, принадлежащим множеству облачных. Укомпакт всё-таки какой-то выпуклый шар. И тогда эта задача просто становится конструктивной и её решают. Я приводил примеры норм, которые у нас были... Ну, так сказать, могут возникать и вот... В общем-то, в основном, этим всё дело ограничивается. Я сейчас ещё раз их приведу, потому что, ну, это действительно полезно хотя бы раз это всё проделать. Я это уже делал, но ещё раз проделал, потому что, действительно, это нужно. Значит, если у нас у равняется шар, это я так обозначаю шар в п-норме, вот, не важно какого радиуса, вот, то d от x выбирается как, значит, 1, 2, x квадратен, из-за этого так, x квадратен на 2, если p больше и равняется двум, p от x равняется, значит, 1 на p минус 1 на x, p в квадрате, если p в диапазоне а больше и равняется, p меньше и равняется 2, где а, ну, может, строго и меньше. p это вот такое число, которое я сейчас вывешу, это 2 логарифм, давайте их убрать, логарифм n на 2 логарифм n минус 1. Вот. Вот такое число, но близко к единице. То есть, на самом деле, это как бы что-то близко к единице, если r большое. И вот d от x равняется единице на а минус 1 на x квадрат, если, соответственно, единица p больше и равняется а. Да, вот здесь я специально, знаете, напишу, потому что, чтобы не было вопросов в будущем, что p может быть бесконечностью, в принципе. это так как это пришло. Вот так. Вот. Вот эта отличка, в общем-то, она и... Я не думаю, что нам сильно что-то больше понадобится, но иногда в случае, когда... Как это все соотносится с пунктом 1 на левой доске, что p в промежутке от меня доединиться? А что, что в промежутке? А, на левой доске пункт 1 внизу, там другая буква p, да? Параметр метода, да. Параметр метода, да, поэтому... Ой, 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 спасибо. Ай, все, 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 все. Так, прочтю их. Так, просто исправлять проще. Спасибо, это хорошее заключение. У меня бывает. Значит, p от единицы даем, но тут еще лучше прибавить логарифм, чтобы она поправилась просто. Это вот другой вариант, как выбирает проб с функцией. То есть это единственным способом можно сделать. И это все для шара? Ну, для соответствующего шара. А дальше там в основном, не всегда, но в основном, делается такое предположение, что для нижних оценок вписывается шар, а для верхних описывается. Ну, то есть, значит, если у вас есть, скажем, симплекс, да? Вы берете и говорите, что симплекс – это же грань шара, один норма. То есть симплекс вы рассматриваете, считая, что вы на самом деле работаете с шаром в один норме. А при получении нижних оценок там немножко по-другому. Там, наоборот, надо, чтобы внутри там отсиделился шар, и из этого вы угляжете. Вот, но на самом деле не очень аккуратно то, что я сейчас сказал. Потому что когда вы берете произведение симплексов, там лучше все-таки структуру задачи заглядывать и не вкладывать в произведение симплексов, особенно когда это произведение с большого числа самовызделя, в соответствующий шар. Все-таки это приведет к худшим оценкам, чем если вы попытаетесь точнее. То есть это просто упрощение жизни. Пытаться для шаров сделать, а дальше уже как бы вкладывать. Важный вопрос. Там Q норма в третьей строчке. Там A норма. Да, я не пишу A. Красиво. Насколько могу. Видно, что это A. Сейчас стало лучше, да. Ага, хорошо. Так. В общем-то, вот это, что я сейчас сказал, это результаты. Это результаты, которые мы сегодня даже попробуем получить. Во всяком случае, в детерминированном случае. Вот когда у нас ракул не стахастический. Это попробую сделать. Так. Я могу это стирать? Это было напоминание. Мне сейчас надо будет немножко переходить к другим вещам. Значит, могу стирать? Все, отлично. Ну вот это полезно где-то себе записать, потому что много раз будем к этому возвращаться. Я, извиняюсь, я еще раз этот пример проговорю, потому что цифра очень показательная. Я это уже говорил, но чтобы вы почувствовали, что все это не праздно. Вот рассмотрите случай, когда ваша задача оптимизация на симплексе. На симплексе, ну, единичном скажем. Вот. И, собственно, тогда, тогда, тут будет понятно, что вы работаете с, в зависимости от того, какую норму выберете, вы работаете либо с два нормы симплекса, либо вот с такой нормой симплекса. Значит, два нормы симплекса. То есть, вот эта вот, когда P' равняется 2, она равняется единице, единичного симплекса, а когда P' выбирается единицей, вот, то вы получаете логарифм n. Получается, что хуже. То есть, когда вы выбираете для симплекса норму в прямом пространстве единичную, что, в общем, как бы органично, потому что симплекс, грани шара в один норме, то вы получаете худшее значение в логарифм n. раз, то есть R в подрате хуже в логарифме n раз, чем если бы выбрали евклидовую норму. Вопрос, а почему тогда такие рекомендации? На самом деле, надо понимать, что выгода-то и есть за счет того, что мы, когда вот эти константы считаем, они же согласованы. То есть константа L, которая соответствует 1 норме, в принципе, может быть в n раз, n размерность пространства меньше, чем константа L, которая соответствует 2 норме. Таким образом, вы можете проиграть логарифм n в оценке вот этой оценки на R, но выиграть n на L, ну или меньше, но во всяком случае надежда есть, большая. То есть этот логарифм n, он может с лихвой компенсироваться тем, что вы в L выиграете. Это вот нюансы, которые, я просто хочу, чтобы вы это чувствовали, потому что, когда вот доходит дело до практики, вот этим нельзя пренебрегать, за счет этого бывает успех, потому что, когда n у вас 10 десятый, это совершенно непраздный, так сказать, момент, а 10 десятый у нас будет выступать. И выиграть вместо логарифма n, n, то есть, так бы сказать, ну что, вот метод проекции градиента, ну используйте его там обычно не вклидовый, так надо учитывать структуру множеств и правильно проектироваться. Вот тут все это сидит. То есть в каком-то смысле такие правильные вариации метода проекции градиента. Да, интересный вопрос. Откуда берутся логарифмы вот везде? Как вы так говорите, в логарифме n там проигрывают, почему логарифм? Ну, логарифм, потому что вот здесь вы можете посчитать, что если вы в определите в расстоянии Брегмана по вот этой функции, это будет расстояние до бухгалеглера. И вы найдите худшие, подберите две худшие точки для синтекса и получите логарифм n. Да, понятно. А другие логарифмы, ну, я не знаю, то есть это, может, я неправильный вопрос понял, но, в принципе, тут вообще все более-менее с той, что логарифма делается, хотя многие оценки точные, но дело в том, что в нижней оценке иногда там, ну, как бы, зазоры есть логолитические. Поэтому, ну, сильно париться и бороться за то, чтобы у нас прямо вот все было... Да потом, что такое логарифм 10-10? Ну, это же не очень большое число. Вот. То есть, на самом деле, если, конечно, честно говоря, то тут намного принципиально, что у нас за константы, а просто, чтобы немножко как-то вот опустить на землю, и все это, так сказать, возвышенность не будет. А вот, когда мы будем здесь, это же на самом деле оценки неаккуратные, потому что аккуратные оценки, когда вот здесь начнется большие отклонения. Когда большие отклонения будем считать, то есть, в какой вероятности будет сигму входить? Ну, сигму, которая свяжает осудительную сигму. Так вот, эти коэффициенты, которые при сигмах возникают, ну, там, в оценках, они будут уточняться, они могут быть там, ну, у нас в оценках получалось там больше тысячи, там, десятки тысяч, это коэффициенты. Поэтому, ну, мы можем, формула красиво выглядит, о, большое, вот, а там константа десять тысяч. Поэтому, одно дело, ну, вот, такого типа оценки получать, другое дело, сказать, что они на практике хорошо работают. И здесь есть некоторые нюансы. То есть, иногда бывает, что все хорошо, иногда вот эти константы бывают очень даже нехорошими. Но, тем не менее, общий тезис, что чем универсальный метод, тем он, скорее всего, как бы, вот так плохой, вот в этом смысле, он не оправдывается. То есть, вот удивительным образом, как раз, ну, скажем так, он какими-то другими своими качествами полностью компенсирует вот эти недостатки. То есть, тезис о том, что попытка создать что-то универсальное, она обречена, на нам здесь, в общем, так нельзя говорить. Вполне можно. Мы такие, например, будем, значит, замечательные. Значит, сейчас мне все-таки хотелось бы еще немножко прописать из книжки Немеровского-Людина варианты нижних оценок. Потому что мы сейчас одну из них будем пытаться это почувствовать. И будем это обсуждать. Значит, я говорил, что вот в такой задаче f , ну, в принципе, даже можно здесь писать много ограничений. g, ну, давайте я как одно напишу, g от x меньше 0, но это можно понимать как максимум из gk от x. В принципе, тут k от 1 до r. Вот. Это выпуклые, разумеется, функции. Ну, и тут еще можно добавить ограничения x принадлежит ку. Вот такие задачи. Но будем считать, что пол-выпуклый компакт сейчас. Выпуклый компакт. Выпуклый компакт. Вот. Нам бы хотелось никакой липшицевости мы сейчас не предполагаем. Хотелось бы получить нижние оценки. Понять, что меняется, если мы там предполагаем, допустим, липшицевость. И понять, как эти нижние оценки, нижние оценки на n, tn, это вот. И считается, что в данном случае число обращения к оракулу это, значит, просто за какой-то локальной информацией в точке. То есть, что такое локальный оракул в смысле Немеровского юридора? Это нам дается точка, а мы в этой точке можем посчитать все, что хотим. Ну, есть там субградиенты, но он есть. Считаем субградиенты. Причем субградиент вот этого и вот этого нам не важен. Ну, то есть, если у нас нарушено ограничение, мы, значит, можем вот это запросить. А можно вот то и другое. То есть, мы на каждой итерации обращение к оракулу, это нам позволяет получить любую локальную информацию о свойствах функции в той точке, в которой мы оракулу дали. Ну, в частности, если есть гисян, он нам может гисян дать. И вообще там может быть и третий, и четвертый, так сказать, вот эти тензоры, которые там возникают соответствующие. Любую локальную информацию. От этого оценки меняться не будет. Потому что, когда мы говорим о оценках, надо не просто говорить об информации, которую нам выдает оракул, а говорить о классе функций, в которой все это происходит. Он нам может выдавать гисян там, где он есть. Но просто гисян, например, он какими-то плохими свойствами обладает, он, например, не ограничен, или еще что-то. Поэтому здесь, когда говорят локальная информация, то да, она может быть какая угодно детализированная, подробная, но жить нам это не поможет в общем случае. И оценки, которые, так сказать, в принципе, они получаются просто из сабградиента. То есть, если мы жестко, то скажем, что больше сабградиента нам не дают. Причем, более того, даже зашумленного сабградиента, но это чуть позже. Что тут как бы известно? Что тут известно? Во-первых, чтобы не работать с абсолютными точностями, это просто полезная такая конструкция. Раз это компакт, то f принимает какое-то максимальное значение на нем. Даже не ограничен, если мы считаем, что это непрорывная функция. Поэтому можно писать максимум. Максимум по x, принадлежащему поводу. Ну и можно брать gx+, вот, по xq. Вот эти величины, они будут нормировать соответствующие абсолютные точности. То есть, можно вводить относительные точности. Точность по функции и точность по ограничению. Это есть абсолютная точность, которую мы хотим, и прошкалированное вот на это число. Ну и, соответственно, вот это прошкалированное вот на это число. Мы часто выбирают вот это EBSIM одним и тем же. Ну, в общем, я думаю, вы понимаете, что просто мы масштаб сделали, чтобы ответ писать безразмерности. Ну, как бы, если у функции есть размерность, и мы масштаб увеличиваем в должное число раз, то, как бы, ясно, что оценки должны быть инварианты. Поэтому должны быть правильные величины, в которых лучше записывать будет результат. Это в случае, когда нет гладкости. Когда гладкость есть, часто вместо вот этого пишут соответствующую константу ИВШИЦа на размер области, которая обозначает R. На размер области в данном случае речь идет просто о выбранной норме и размере области в этой норме. То есть, супремум X минус Y по XY на лежачем Q. Вот это есть R. Оно определяется той нормой, которую мы выберем. Ну и, соответственно, здесь то же самое, только вот для этого класса функций. Это соответствующие константы ИВШИЦа. Константы ИВШИЦа этих функций. Вот, тогда вот шкалировать можно сразу вот такие величины. Они так и делаются. И вот видите, когда вы фигурируете ню, ну просто надо вместо ню подставлять, я сейчас уже не буду индексы ставить, вы будете считать, что они одинаковые. Значит, это Epsilon на M и R. То есть, вы просто подставляете вот это вместо ню. Если берется класс Липшицевых. А мы увидим, что Липшицева, не Липшицева, это нижние оценки. Ну, с некоторыми оговорками, в общем-то, не мягкие. Вот сейчас я пишу эти нюни оценки. А почему там в относительной ошибке берется максимум, а не минимум? Логично же минимум. Нет, почему логично минимум? Наоборот. Ну, как вот мы относительную ошибку задаем, это делить надо на то, с чем мы сравниваем. Нет, нет, нет. Ну тут, значит, единственное, что тут может быть нехорошо, а тут мы очень модуль поставим. Вот. А так вот так. Почему минимум? Я не понял. Ну, вот там, где написано EF от XN минус EF со звездочкой, меньше Epsilon, это абсолютная ошибка. Если мы хотим относительную получить, надо это просто на EF со звездочкой поделить. На что? На EF со звездочкой. Ну, на истинное значение. Нет, нет, нет. Ну, во всяком случае, ну, можно так делать, но хорошо, если у вас EF со звездочкой 0, что это у вас будет? Это не информативно. Дело в том, что по ходу процесса, ну, то есть, то, что тут, ну, EF со звездой может как-то быть нулём или быть неправильным, как это сказать, не отражает масштаб того, что у вас происходит в разных отцах. То есть, вы… Яр, что такое NU вот эти… Это просто DEF. Хорошо. А Сигма F тогда что такое? Сигма… Что? Это эпсил. А, это эпсил. Это эпсил. Это эпсил. Это эпсил на точке, с которой мы хотим. Это… Если хотите, мы хотим найти решение в следующей эпсиле. G от X. Понятно. Меньшен параметр, собственно, G. Для нас вот это есть решение. Ну, просто у нас же максимум может быть очень большой, например, 10 в десятой функции, а минимум 10 в минус десятой. Ну, правильно. Надо максимум, потому что, на самом деле, масштаб, в котором мы будем работать, мы тогда можем попадать в точке, когда будет максимум R от X. И мы заранее не имеем информации. Ну, замечательно. Мы можем, конечно, на минимум делить, но… То есть, я говорю, что… Ну, представьте себе, что это ноль. Тогда что у вас будет? Это как-то не очень правильно. Это просто правильный скейлинг. Но самое главное, что это, по сути, возникает в нижних оценках. То есть, если вы будете делить на минимум, вы не сможете из таких категорий построить нижние оценки. Я могу так ответить вам просто. То есть, если хотите, то просто нам нужно, чтобы построить нижние оценки. Если не по-другому определить, то мы их не сможем. Но и, по-моему, физично это тоже. Значит, теперь мы делим Q. Ну, так же, как и раньше, шар в P-норме. Ну, P-штрик, да, у нас. Радиуса R мы можем здесь сильно, так сказать, не заморачиваться. Вот такая разница. Шар 1, R просто, может, так тут все изменяет. Давайте рассмотрим случаи вот такие. Значит, P сначала равняется бесконечности. Это результат в нюнеровском унице нашей применой. n от ню, ну, n, которая вот эта, как она зависит от ню, это порядка m логарифмом единицы на ню. Вот такая зависимость. Треба для всех ню равномерна от удивительной факции на константе 32. В случае, когда P меняется от единицы на бесконечность, и замечу, что не включается, выглядит таким образом. n от нюн. Значит, вот эта запись означает, что пропорциональность точки для константа, зависящей от P. Ну, это порядка вот этого, но с константой зависящей от P. Это диабазон, если нюн меньше, чем n-2p. Я понимаю, что вы сами можете все это посмотреть, но мне очень хочется, чтобы это все как-то системно у вас было приведено, яд в одном месте. Мы могли потом использовать. Значит, вот такая оценка единицы на... n большой что там? Что? n большой, черт. n большой это вот что. Это сколько обращений каракулу? То есть это в данном случае у нас совпадает число обращений каракулу и число итераций. Но это нижняя оценка, да? Это нижняя оценка, разумеется, это нижняя оценка, но они достигаются. Они достигаются, мы сейчас об этом будем говорить. Вот, значит, это если у вас вот это вот верно, вот, только я почему-то... А, нет, это вот и наоборот, это если в другую сторону, это если нюн, соответственно, вот, нюн и п, значит, если нюн из этого диапазона, n минус 2p, нюн больше, и меньше, чем n минус, делится на максимум 2p. Вот так. Вот такой вот результат. Так. Дальше... Дальше, значит... Так, а вот... Ну, это вот это. Ну, это вот это. Ну, это мы просто считаем, что они у нас одинаковые. Ну, мы хотим одинаковую точность, там, значит, вот это все мы называем нюн. То есть мы хотим добиться, чтобы вот это было меньше, чем нюн. И мы хотим, чтобы вот это было меньше, чем нюн. Сколько нам надо сделать итераций? Да. Почему там взялось p штрих и p? Ну, потому что у нас p было... Я не знаю... А, ну ладно, если здесь p, давайте... Это просто... Нет, суть поясните, как бы... Для какой функции? r. А какая разница? В том-то и дело, что это нижняя оценка для класса функции просто выпуклых на множестве q. Выпуклых и все. А если мы скажем, что они еще дополнительно липшицы... Чем отличаются вот... Вот последние две строчки, это в чем? В смысле? Ну, n от нюн пропорционально... Нет, ну, при разных поведения. Ну, то есть оно... При разных нюн. При разных нюн. При разных нюн. Да. При разных нюн. При разных нюн. Вот. А... Это не линейная сходимость? Где линейная? Ну, да. Не понял. Ну, нижняя оценка какая она? Линейная? Не по-моему. Линейная это что такое? Это зависимость от нюн. Ну, там же логарифм, правильно? Ну, вот в том-то и дело, что все зависит от того, какую точность вы хотите. Вот я... Для чего это пишу? Потому что обычно все как-то пишут оценки... Ну, вот сейчас... Очень компактно, вроде как все хорошо. На самом деле надо смотреть на соотношение между n и нюн. Между размерностью пространства. Давайте я вам это укажу. Что q у нас это вот что такое. То есть это из rn. Это важно. Нам важно, как соотносится та точность, с которой мы хотим отрешать задачу, с той размерностью пространства, в котором мы живем, работаем. И нам нельзя, как бы, так сказать... Просто писать универсальные оценки не получится. Так, это нижние оценки для выпуктов функций. Просто для выпуктов функций. А ниже, а ниже эти оценки будут иметь такой же вид, даже когда мы предположим, что есть липшицы все. Я про гладкость не говорю. Просто липшицы вы здесь. Почему это так? Потому что, на самом деле, ну, вы можете себе представить какую-нибудь нормальную функцию, которая выпукла, но не липшицева. Ну, какой можно представить случай? Только вот, пожалуй, что-то в таком духе. Ну, то есть, от краев, так и на краях может быть какое-то патологическое поведение, а дальше уже множество. То есть это, в принципе, информация о том, что функция липшицева, в общем, не сильная информация. Вот если нам говорят, что у меня липшицев градиент для выпуклых функций, это уже да, это уже серьезно. А то, что она липшица, нужно поправить сказать игру. Так что тут, в общем, в этом смысле ничего. Там есть нюанс один, я потом вам скажу. Но он связан с ограниченностью области. Значит, при p равняется 1, ситуация вот такая. Как это получается? Тут довольно... Давайте я напишу n1. Значит, n лг. делится на ню. Если у нас ню меньше, чем n-2. Если у нас n достаточно большое, в смысле, ню достаточно большое, то оценка другая. Значит, когда ню меньше 1, то ню поправится. Ну, я не буду писать, что там в промежутке происходит. В принципе, это можно сделать. Она меняется. Тут есть оценки. Вот, то есть, тут, видите, остается диапазон между минус 1,8 и минус 2. Двумя. Но я не буду сейчас этого делать. В общем, это есть книжка Мировского и Юдина. Просто, чтобы вы почувствовали, какого типа оценки для шаров. И поэтому, когда я говорю, что там, в общем, у нас есть совпадение, тут тоже надо аккуратно, в общем, смотреть и в каком смысле понимать нижние оценки. Вот, выписанные до этого верхние оценки, когда мы говорим, что они не улучшаемы, ну, может быть, точно сюда логарифмом, то надо понимать, что там рассматривается очень большой класс задач. То есть, там у нас, как бы сказать, дополнительно говорится о том, что вот у нас множество Q, мы его сами выбираем. То есть, мы еще можем говорить, что мы специально выбираем так Q, чтобы этот метод был не улучшаем. Здесь же немножко более точно, даже немножко. Здесь говорится, что вот на этих шарах, вот это, ну, то есть, на специальных множествах, на этом классе функций, вот такие нижние оценки. И это, как бы, сужает класс, за счет этого просто бывает, возможно, чуть-чуть, даже не чуть-чуть, ну, больше, чем логарифт выиграть. Вот, поэтому там иногда возникают некоторые, в определенных диапазонах, такие зазоры побольше, чем эгритмические. Но это, в общем-то, на самом деле, не принципиально. Потому что все эти диапазоны, они узкие, во-первых. А во-вторых, ну, там все равно не сильно, как бы, они отличаются. Но, тем не менее, это к слову о том, что вот когда вы говорите, что универсально оптимально, там во всех случаях, вот им надо быть очень аккуратным. Можно говорить, что вот оптимален, когда там подбираем q так, что вот он оптимален. Но когда q заранее мы говорим, то, может быть, для него что-то можно лучше сделать. Вот, в общем, я хочу сказать, что мне кажется, что это, в общем, довольно полезная информация, просто про то, как получаются вот эти, как так сказать, нижние оценки. Полезны потому, что надо понять, в принципе, что можно достигать, как именно, так сказать, вот эти, например, вот эти оценки достигаются. Мы сейчас об этом будем говорить, поэтому я, собственно, и написал. То есть мы сейчас попробуем понять, вот как это получить, вот это. Как получить вот это, то, что вот здесь написано, на самом деле, вот это как раз и есть диапазон, который, вот этот диапазон, он называется вот так вот, вот так вот характеризуется, что число итераций, можно назвать его «latch scale задача», что число итераций, оно у нас не очень большое. Ну, а если говорить более правильно, что у нас очень большая размерность пространства. То есть мы рассматриваем «latch» и «latch scale задач», в которых число итераций, которые требуются, чтобы там с нужной точностью решить задачу, оно, может быть, и даже не может быть, должно быть меньше, чем размерность пространства. Ну, там, тут стоят разные, там, множители, и, в общем, я так вот пишу, давайте вот так пишу, в зависимости от конкретной ситуации, там, что заметно, что за задачи просматривать. Вот, вот обычный диапазон там, где вот это вот у нас работает, и где эти оценки нам интересные, которые мы до этого получали, это вот «latch scale задача». А сейчас мы переходим к задачам и попытаемся эти оценки получить, которые вот линейные, для не очень больших задач, они тоже очень важны, и, значит, задачи небольшой размерности действительно так решаются. Вот, значит, вроде, собственно, я в ключом момент проговорил. В ключом заключается в том, что те оценки, которые были выписаны, они оптимальны при не очень маленьких точностях. То есть, когда точность у нас не очень маленькая. Ну, то есть, мы не считаем, что эпсилон, которая в тех задачах была, она очень маленькая. Если она очень маленькая и задача детерминированная, то тогда можно улучшить оценки, которые были прибыли. Причем улучшить заметно, потому что там они, допустим, были, какие-то вот алятмы вот это, а станут логарифмы Демициной. В общем, есть за что бороться. Но, прежде чем переходить к тому, что я запланировал, то есть описание вот этого, что это и нижняя оценка, и она достигается, я бы хотел сделать несколько здесь таких интересных замечаний и наблюдений, которые связаны с тем, что Q ограничено. Значит, можно показать, и такое упражнение есть в книжке Немеровского-Людина, что если вы возьмете Q не ограниченным выпуком компакта, не ограниченным, то тогда нижняя оценка просто бесконечность. Ну, то есть, в общем случае, если вам говорят, что, например, на множестве X меньше X больше равняется 0, вы решаете задачу R под X минимум. Вот такую задачу. И вы знаете, что функция имеет ограниченную вариацию. То есть вы знаете, что на всем этом диапазоне это выпуклая функция, ее дельта F, то есть супремум, по X, Y больше либо равна 0, F от X минус F от Y. Ну и просто можно как бы сказать, что эта функция не отрицательна, допустим, F от X больше 0, и сказать, что супремум F от X. Что вот это ограничено числом, скажем, единиц. Вот даже для такого класса. Ну, то есть это означает, что вот здесь все хорошо. То есть здесь проблем нет. Но Q не ограничено. Тем не менее, нижняя оценка тогда будет бесконечна. Но, если вы ограничиваете Q, то есть если вы говорите, что здесь, например, 10, 70-е, оценка будет конечной, и вот это не будет входить в ответ. Странно, правда? То есть еще раз. Я как бы говорил, что у нас вот нюанс тут есть определенный. Нюанс заключается в том, что говорить Q ограничено-неограничено, это принципиально важно. То есть когда мы знаем, как ограничено Q, мы можем эту информацию использовать и строить метод, в который размер Q не войдет. То есть это принципиально важно. Мы такой метод сейчас будем строить, называется метод центров тяжести. Не войдет размер Q в оценку. Какое бы Q больше ни было, главное, чтобы она была конечная. Даже вот в эти константы не войдет? Не войдет, да, да. Вот я поэтому это и проговариваю. Обычно эти моменты как-то занимаются, и я хочу это проговаривать. Что нигде, ни в какие константы размер не войдет. Ну, это в зависимости от метода. Можно выбирать методы, и, например, метод алипсоидов войдет в метод алипсоидов, а метод, ну, опять-таки, в зависимости от реализации. Ну, вот, скажем аккуратно, существуют методы, в нижние оценки не входят, а существуют методы, которые достигают этих нижних оценок, и в которые тоже не входят. Вот так аккуратно бывает. Можно вопрос? Да. Ну, вот там, где у нас входят единицы до бесконечности, там нижняя оценка, n-логарифм, развеет на него, правильно? n-логарифм, ну, это единственный мир, достаточно маленький, так? Да, ну, просто вроде получается, что для негладкой задачи у нас, ну, можно же нижнюю оценку все-таки хуже сделать, по-моему, позднее. Нижнюю оценку сделать хуже, это что значит? Ну, в смысле то, что, ну, например, негладкая задача, там же у нас, вроде, там, без логарифма, там, x в квадрате должно быть. Ну, это... А ну, если x мы возьмем достаточно маленьким? Нет, ну, в том-то и дело, что негладкую задачу, ну, мне кажется, я отвечу на вопрос, когда просто опишу, как получается книжняя оценка, как она достигается. Тогда ответ получится сам собой. Давайте дождемся этого момента. Пока я просто еще раз проговорю момент, связанный с тем, что в зависимости от того, как вы, значит, организуете способ рассуждений, тут действительно есть нюансы, о которых я очень рекомендую подумать. Вот вспомните, мы писали нижние оценки на прошлой лекции. Там у нас входило R. R, расстояние от точки старта до решения, входило в нижние оценки. Ну, это даже некий-то, некоторый размер области. И, на самом деле, там вот так получалось, что это R, оно было завязано на дельта R. То есть там, как бы, они были завязаны на другой. Но, оказывается, вот такого типа примеров, что, в принципе, можно там развязать и нижние оценки получать, значит, в категориях дельта F. Но метод при этом должен понимать и существенным образом использовать информацию о том, что Q компакт. И вот границы Q, он должен, как бы, понимать, где они в методе используются. Мы сейчас это будем просто описывать. Если он этого не знает, где границы, это всё, это, как бы, означает, что такие нижние оценки нельзя описать. И они получаются без границ. То есть, ещё раз, размер области может не входить, даже вот с точки зрения верхних оценок, может не входить. Входит только дельта, приращение функции. Но при этом, если область не ограничена, то метод такого не существует, вообще говоря. То есть нижние оценки об этом говорят. То есть нельзя построить. Ну, во всяком случае, в концепции вот такого оракула. То есть, может быть, если у нас более умный оракул, то можно. В рамках локального оракула, видите. Хорошо, значит, за деталями отсылаю книжки Немировского и Юдина. И есть более современные варианты на сайте Немировского. В 95-го, по-моему, это книжек 78-го, 79-го. А больше всего, в 95-го года. Вот. На английском языке, на сайте Немировского. А теперь давайте сделаем даже, наверное, самую такую интересную часть. Ну, может, нет, не самую. Вот этой вот, да. Ну, замечу, что от числа ограничений здесь ничего не зависит. Видите, тут все это как бы... То есть задачу я сохраню. Вот этот логарифм один на него, он достигается на каком-то метре? Да, да. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Сейчас мы все увидим. Ну, там я что-то, где диапазон не написал, и такое тут есть. Видите, это можно книжки восстановить. Я просто написал наиболее интересные, на мой взгляд, режимы. Ну, в общем, я посмотрю, даже точнее скажу. Ну, это глава 4, параграф 2. Вы можете... Вы можете это все дело восстановить. Так. Но только мне что-то не нравится, как я это написал. Значит, здесь... Давайте... Так. Вот это я странно сделал. Если это хорошо, то я написал что-то ряд странный. Значит, nu больше либо равняется n минус единица на максимум 2p. Вот. Мне, в чем-то, за него правда странно, что это было царь не написано. А вот это уже лучше. Ну, тут всегда есть небольшой зазорчик между ними, но и в этом зазорчике можно показать, что, значит, поведение будет качественно близко. Вот. Вот. Ну, это в зависимости от... Ну, тут есть коридорчики, но в них можно написать, соответственно, промежуточное поведение, вот этот выход, переход. Вот. Я не буду этого делать. В книжке это есть и страница 143. Ну, и там таблички полные. Вот. Теперь я, конечно, описываю метод. Теперь начинается то, что, в общем, ну, как бы и планировалось рассказывать в прошлый раз. Ну, не все планировалось, но ничего. То есть это все еще по скорости нужно делать? Да, да, да. Это продолжение лекции 2. Мы будем сейчас продолжать, пока я не расскажу все, что мы должны знать. Это действительно очень важный момент, потому что, ну, нельзя самостоятельно, а я хочу, чтобы вы самостоятельно что-то креативили, придумывали, но нельзя это сделать не понимая вот этих нюансов, ну, как бы не зная, что есть такие нюансы. Потому что многие вещи, они упираются как раз в то, что в какой-то момент вы исполняетесь тем, что как такое может быть, вот это вы должны знать. Не то, что вы постоянно будете этим пользоваться, но не знать этого нельзя. Поэтому я это рассказываю в таком конспективном ключе. Такие вещи будут периодически, но сейчас уже будет большая конкретика, более интересная. Значит, первый сюжет называется метод алипсоль. Метод центр, значит, центр, gravity, метод, метод центров тягости, да? Да. Метод центров тягости. Я могу посмотреть, это на русском тоже есть, но я думаю, это не самое страшное, более страшное я еще ошибался. Значит, вот у нас есть и куклое множество. Значит, что мы предполагаем? Сейчас мы предполагаем, что f от x по модулю в меньшем поравняется b. b число нам изменит, считаем известно. То есть она ограничена. Вот, q ограниченное множество. Вы будете видеть сейчас, где это используется. Значит, вот такая задача. q выпукла и ограничена. f выпукла, g уже выпукла, q выпукла, а f ограничено. И q тоже ограничено. И q тоже ограничено. Надо, что f ограничено, даже следствие того, что q ограничено. Если функция непрерывная. Ну, это если она непрерывная. А если она непрерывная? Да, а мы что, непрерывно рассматриваем? Мы непрерывно рассматриваем. Вы правы. Но просто нам b понадобится. Я уверен, что у нас b будет ходить в ответ. Поэтому я хочу явно b прописать. Итак, есть множество о. Значит, в чем заключается идея метода центров тяжести? Сейчас мы сразу одновременно на нижние оценки смотрим. Вот смотрите. Вот вам говорят, что, допустим, в такой дом мы играем. Я загадал число от 1 до 64. Сколько вопросов вы мне должны задать, чтобы это число отгадать? И как вы должны организовать эту процедуру? Вопросы вам отвечать да нет. На вопросы вам отвечать да нет. Правильно. Правильно. Ну, то есть, понятно, что это надо делить пополам отрезок. И чувствуете, да, к чему вы планируете? Теперь представьте, у вас есть отрезок. Ну, какой-то отрезок. На нем задана функция. Оракул вам выдает ответ, где лежит минимум. Выпуклая функция, у него единственный минимум на этом отрезке. Вы делаете отрезок пополам и говорите, Оракул, скажи-ка мне, минимум в левой или в правой части? Он вам говорит. Вы продолжаете делить. Ясно, что быстро сойдете. И эта идея, она требует некой модернизации в случае, когда у вас иммерное пространство. Потому что отрезок разделить, это порядочное множество. Ну, вы можете сравнение сделать. Как делить, соответственно, куб или эллипс или что-то, это как бы хороший вопрос. И вот сейчас мы постараемся эту идею, она же и генерирует нижнюю оценку, ну, как-то формализовать. Значит, ну, что касается нижней оценки. Нижняя оценка, вот эта вот, получается следующим образом. Вы ставите более простую задачу, вы говорите, что у вас есть множество, ну, скажем, параллель видит воздух. Размеры, допустим, один-один-один-один-один-один. И говорите, что в нем есть... Значит, вот пример из книжки Виттерова. В нем есть некое множество Q. Вы знаете, что в этом множестве Q, это множество Q содержит шарик радиуса эпсила. Ну, Евклидов, шарик радиуса эпсила. Вот, вы это знаете. Это множество Q, оно принадлежит этому большому Q. Вот. И вам надо с помощью оракова, который отвечает на вопрос, вот у вас есть точка, есть множество, и вы говорите, оракова, оракова, скажи, вы понимаете, множество Q. Давайте его как-то пожирнее нарисуем. Оно... Мы покупаем. Оно... Точка лежит в множестве Q. Если лежит, он говорит, лежит, и все. Задача как бы... Все, решена. Но если не лежит, он говорит, не лежит и сообщает отделяющую гиперплоскость. То есть он сообщает, ну, как бы, вектор такой, что прямая, наверное, не прямая, а гиперплоскость, проведенную через эту точку, вот с нормальным заданным этим вектором, она нигде не пересекает. Вот. И, соответственно, это оракул. Вот с таким оракулом мы, собственно, будем работать. Это означает, что, по сути, оракул нам может давать ответ на вопрос, нарушено ли это ограничение, и тогда выдает градиент, сумма градиента. Ну, если оно вам не нарушено, соответственно, нам выдает, судимый, клиент, вот этот аналог. Вот. Ну, можно любую задачу, на самом деле, из теории сложности, задачу активизации, сопоставить ей задачу совместимости, ну, совместности системы уравнений. Вот. Дальше просто они логарифмически отличаются, там, вот этим как раз, делением. Вот. Ну, просто. Ну, это мы до этого дойдем, я честно. Не будем торопиться. Ну, дальше идея очень простая. Вы берете и говорите, как может быть самая такая, ну, как бы сказать, процедура, вот здесь организованная, как бы являющая множество Q. То есть, определить, является ли, ну, так сказать, найти совместные системы Q вообще, то есть, есть ли хотя бы одна точка в этом кубе лежащая. То есть, он нам может говорить, а на самом деле это все вообще где-то не тут лежит. То есть, мы, как бы, должны в какой-то момент понять, вот это верно, что вот этот шарик лежит в множестве Q. Это верно или это неверно? Что существует такое множество, которое мы отделяем вот в этом. Ясно, что мы заранее не знаем, где этот, там, небольшой шарик лежит. Мы не знаем, где он размещен. И мы должны запросами от оракулу определить, а где он, где он лежит. И самое, как бы, съедающее, с точки зрения просто информации, наибольшую информацию мы получаем, когда запрашиваем оракул в центре. Это куб, в центре куба. Тогда мы можем сразу все кубы, кроме одного, отсечь. А одного, то есть, мы берем нормально, и берем только одну, внутри которой он лежит. Значит, там где-то, если есть, то там. И так продолжаем. То есть, мы каждый раз, ну, мы считаем, что, так сказать, множество так неудачно лежит, что мы до конца должны дойти просто из соображения съедания объема. То есть, мы берем изначально куб объема единица, потом уменьшаем его объем, значит, ну, так сказать, пропорционально это число раз. И вот, как раз, таким образом, вот в этой процедуре несложно показать, что мы... Ну, вот эта оценка, она возникает как число вращений к оракулу, чтобы определить для шара с линейным размером вот этот вот, не у, а я писал. Вот, извините. Вот эта отделяющая кустыка, она проводится, он любая. Что, что? Любая отделяющая кустыка. Ну, какая-то, да, 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 какая-то из. Ну, нам оракул может выдавать что угодно, главное, чтобы он удовлетворял вот это требование. А что он нам выдает, мы не знаем. Ну, в общем-то, при приближении к множеству Г, это будет более-менее что-то близкое к нормальному. Ну, ладно, это сейчас я немножко... Ну, тут, ну, че не вместе, посмотри, что эта тема написана. Вот, это, в общем, на самом деле, книжка. Книжка, вот она там лежала, я не знаю. Да, вот она. Значит, ну, мне сейчас хочется рассказать алгоритм другой, который достигает. То есть это, как бы, нижняя оценка, а я хочу рассказать, что это достигается в следующей процедуре. Предположим, что вы можете находить это, вот, нетривиальный момент, но он, как бы, дополнительное, так сказать, отягощение нашего оракула. Предположим, что наш оракул нам еще может выдавать центр тяжести множества Q. То есть, в общем, это нетривиальный такой запрос, ну-ка, выдавка нам центр тяжести множества Q. Если множество Q шар, то, конечно, это легко. Ну и что такое центр тяжести формально? Значит, формально центр тяжести определяется как... Значит, ну давайте я, значит, использую те обозначения, которые нам понадобятся. Пускай это множество будет S от T, ну и Q. Давайте сначала. Значит, центр тяжести — это такая точка C, это Q, которая есть интеграл, вводим — это объем. Q на интеграл, значит, x dx. Ну и x, разумеется, понадобится просто по определению. Ну это, значит, ну просто как бы понимается, что у нас есть такая точка, если мы зададим равномерную меру, ну или как бы давайте совсем физично, просто это тело, у которого одинаковая масса, ну плотость одинаковая, надо найти, где у него будет центр массы. В обычном понимании центр масс — значит, тело. Хорошо, значит, теперь мы говорим, что если у нас есть, допустим, возможность найти центр масс, то как бы мы не провели через этот центр масс гиперплоскость, отношение объемов вот этих вот частей, которые отсекаются, значит, они будут отличаться, ну то есть давайте назовем это V1, а это V2. Умеется отношение V1 к V2? Можно вопрос? Да. Если вы говорите слова, оракул сообщает нам в центре ценности ценности Q, при этом кое, если вы говорите, мы можем спросить его в центре ценности ценности других, меньших? Это хороший вопрос, совершенно правильный. И речь идет не о конкретном Q, а о любом множестве. Вот любого, которое будет возникать. Идея понятна. Мы сейчас отсечем, потом с этого спросим и так далее. То есть оракул, он не заточен под Q, заточен под вообще любое буквальное множество. Просто это не противоречит, это как-то в локальности оракул. Это, ну, скажем так, с чего-то я должен начать. Да, это противоречит. Потом будет метод эпизода, который уже не противоречит. Вот. Ну, пока я начну с метода центра ценности. Вот. Он, ну, вообще как бы, мы что-то спрашиваем другое. То есть оракул нам выдает не только информацию о там, субгредиентах, это даже понятия локальности как такового нет. Он нам что-то выдает такое дополнительное. Так вот, отношение объемов будет не меньше, чем единица на Е, как бы мы не выбирали эту гиперпоскость. Это называется теорема Грюдбаума-Хаммера, но иногда просто Грюдбаума. Грюдбаума. Вот. 1960 год. Грюдбаума. А гиперпоскость как мы выбираем? Произвольно. Ну, это же неравенство. То есть в зависимости от того, как бы мы не выбирали гиперпоскость, это всегда верно. Она просто проходит через эту точку и все. Нет, ну, при условии, что она проходит через центр массы. Сейчас там V1-V делить на V2 или V1-V делить на полное? Ну, можно и так, и так писать. Значит, я скажу, как правильно. Правильно, что должно. Я сейчас скажу, как правильно. Значит, правильно... Для применения, наверное, надо на полное, чтобы потом применять. Да, значит, я могу брать... Давайте V2 не будем вводить. Вольным Q. Значит, извините, да, это вот правильно. Вольным Q, а это V, которая получается, ну, допустим, яркая. Немножко. Какая-то из этих половинок. Какая-то из этих половинок. Вот, да. Вот это правильно вот так. То есть, а отношение объемов? Ну, там, в общем-то, можно, в принципе, похоже, неравенство написать про их отношения. Там константа какая-то другая будет. Вот ту константу, которую я написал, это вот именно... Вот так, да. Это правильно. А отношение V1. То есть, V1 не меньше, чем е, вот так. А вот это 1-1 на е, это разве не больше, чем 1-2? Я, честно говоря, не знаю. Ну, это число, оно между дрем и единицей, оно зафиксируется. А вам оценка в другую сторону нужна вот что? Да, да, да. Да, ну сейчас. Да, ну сейчас. Да какая разница? В V1, в общем, больше ровно, чем это... Не важно, вот так. Мы не важно, сейчас увидим. Значит, сейчас увидим. А в другую сторону нужна оценка. Та же самая, но меньше увидеть. Ну, это не важно, я понимаю, мы сейчас это все увидим. Значит, пожалуйста, что... Записать можно совершенно по-разному этот факт. В общем, он означает, что как бы мы не поделили гиперплоскостью вот это тело на два тела, а тоже ручок, соответственно, объем каждого из этих тел будет не меньше, чем единица минус е от объема... Нет, сейчас, это... Что-то мне не нравится, единицы, я действительно, похоже, напутался. Самое маленькое это один делить на е, а самое большое это, соответственно, один минус один делить на е. Неравенство две стороны, а вот то, что уже написано там в другую сторону... Да, мне не нравится то, что я написал, но я действительно тут немножко... Вот, и вы его сразу продолжите влево, что это больше равно, чем один делить на е. И тогда будет... Да, то есть объем в один, объем в один, у нас будет... Не может быть, как бы мы не делили больше, чем, соответственно, единица минус е от объема вот этого. Ну, а наоборот тогда, что объем выполнения в два, соответственно, не может быть меньше, чем единица. Да, суть в том, что его нельзя разделить на две слишком уж неравные. Да, 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 да. Ну, я так и хотел писать, но, в общем, не важно. Вы поняли, это главное. Теперь, собственно, идея очень простая. Мы что делаем? Мы, значит, как я уже сказал, строим вот эту гиперплоскость не а бы как, а специальным образом, то есть мы задаем ее, исходя из следующего алгоритма. То есть либо у нас нарушено g , и тогда мы считаем его субградиент, и берем, соответственно, направление, в которое g . Ну, то есть мы должны жить на этом множестве. Мы должны жить на этом множестве. Вот оно как-то, оно выпуклое. Это выпуклое множество. Это выпуклое множество. Значит, мы имеем точку. Мы видим, что в этой точке нарушено это ограничение. Значит, если мы посчитаем субградиент, направим это все в правильную сторону, мы можем вот это ограничение. Мы можем отделить вот это все целиком, ограничение вот это множество от этой точки. То есть мы заранее будем знать, что там, где разворачивается жизнь, это все лежит вот здесь. То есть отсекая вот это, мы ничего не теряем. То есть если нарушено в этой точке ограничение, вот это ограничение нарушено, и мы берем здесь субрадиенты и строим соответствующую пиферплоскость, отсекаем нужную часть, это все понятно, познав субрадиенты какую, мы заведомо знаем, что жизнь вот этой системы, ну то есть там, где надо оптимизировать, происходит не просто на окно, а вот как бы вот в этой полуплоскости будет. То есть такое обращение Каракулу за центром тяжести и за субградиентом позволило нам организовать точнее, где находится, где жизнь разворачивается. Понятно, что в какой-то момент, ну я буду так сказать, продолжать по интуиции это делать, ну вот, например, считаем центр тяжести этого множества, все, уже, так сказать, он находит точку, в которой он удовлетворяет. То есть Каракул говорит, что ничего не нарушено. Когда мы проводим гиперплоскость, согласно вот этому функционалу, то есть мы отсекаем, мы отсекаем, мы отсекаем, вот, значит, ту часть, где направление роста функции, градиент, то есть ясно, что минимум, минимум, не может здесь лежать, он лежит здесь, поэтому смело можем вот это отсечь. То есть мы смело можем отсечь, ну, мы-то не знаем, что это за множество, поэтому мы просто отсекаем вот это, мы отсекаем вот это, ну и так далее. Берем, строим центр тяжести с 9, ну, так получилось. Берем, а снова нарушилась, ну, значит, снова побоимся Аракулом, который вот этот субградиент. Ну, то есть, я думаю, идея понятна, да? То есть мы на каждом шаге, на каждом шаге отсекаем часть, которая, ну, как минимум, единица на е, как минимум единица на е, то есть мы с постоянным фактором множество как бы уменьшаем, 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 то есть мы гарантируем, что объем множества после t шагов вот такой. Это понятно, то есть, ну, как раз вот из этой оценки. То есть, что объем оставшейся части, я имею в виду, в которой мы живем, после t шагов, ну, или k шагов, ну, не знаю, потому что. Вот, после k шагов будет такой. И дальше ясно, что, ну, в какой-то момент, в какой-то момент мы будем находиться, ну, то есть объем вот этого множества выпуклого, объем выпуклого множества, в котором мы будем находиться, он будет достаточно маленьким. Ну, надо бы как-то его завязать на ту точность, е, которую мы хотим получить по функции. То есть мы хотим получить какой-то е, да, вот здесь. Но, разумеется, оно будет завязано на b, то есть на самом деле все это, то есть будут в ответ входить отношения b на е, как мы уже понимаем. Вот, и пока мы не будем сразу использовать это отношение, у нас возникнет само собой. А можно вот прямо сейчас вопрос? Правильно я понимаю, что через несколько шагов оно довольно хорошо сойдется, и градиент уже будет почти постоянный, он уже будет мало меняться от шага к шагу. Соответственно, мы будем резать в очень похожих направлениях. Соответственно, у нас вместо такого компактного круглого шарика получится тонкая, но сдамовая шариба. Значит, такое может быть, да. То есть такие вещи возможны. Но нас это не сильно волнует, потому что я сейчас расскажу процедуру, которая позволяет в этой шайбе найти точку, удовлетворяющую вот этому условию. Это связано с тем, что функция выпукла удовлетворяет условия FATX, меньшей броней ЦБ. То есть с промахом по Y, с промахом по значению функции, не все хорошо, потому что градиент. По аргументу, вообще, раз еще такой вопрос возник, в той же книжке Мировского-Юзина есть такой пример, функции на плоскости заданы. Даже не функция, а семейство функций. Можно посмотреть. И даже на плоскости, то есть в R2 не существует никаких методов, там, в классе даже лифцевых там. То есть для таких задач не существует алгоритмов, которые хоть что-то гарантируют для сходимости по аргументу вообще. Вот, вы рассматриваете Q, единичный квадрат, GATX нет. FATX там, ну, некоторая кусочная гладкая функция, вот. Ну, если точнее, там, семейство. И вы можете, какой бы метод ни взяли, из этого класса, там, с ограниченной константой лифшица, подобрать такую функцию, которая будет требовать большее число итераций, чем наперед заданное число. Он берет любое число, говорит, что вот я допускаю, что такой метод есть, который там сходимость по аргументу обеспечит эпсилон после такого-то числа итераций. Поэтому вообще говорить в таких задачах о сходимости по аргументу, в принципе, нельзя. Нет нижних оценок. Поэтому вот с этой шайбой, ну, вполне может быть, это неустранимо. То есть мы настоящее решение X со звездой можем не найти вообще, ну, как бы, просто невязко, может быть, сопоставимо с размером пол. Это неустранимо, принципиально. Ну, то есть это плохих случаев. Они, как бы, теми предположениями, которые мы сделали, эти плохие случаи допускаются. Поэтому я не смогу ничего сказать, сходимость по аргументу. Я лишь хочу сказать вот в этих категориях. И это нам удастся обеспечить. И про них шайбы тут проблемы не будет. Ну, то есть тем, что это множество может быть, в принципе, вытянутым или что-то с ним может быть, ну, скажем, плохо обусловленным, да? Не, не вытянутым, а, скорее, тонким он методом. Ну, плохо обусловленным. Этот метод, он возьмет бумажку в 100 рублей и разрежет ее в толщину. Я понимаю, ну, это не страшно. Ну, давайте эту конструкцию немножко что-то медленно идем. Вот это важно хорошо проговорить, понять, это действительно все вещи базовые. Значит, давайте введем, значит, то, что мы получили. Обозначим множество, которое мы получаем после К шагов СК. Вот, это то, что остается. Это то, что остается. Ну, очевидно, что, значит, вот этот волен СК, волен СК, даже СК плюс 1, то есть после К плюс 1 шагов, меньше либо равняется 1-к на изначальную волен вот этого гонки. Вот, это у нас есть такое. Дальше, что я хочу сделать, я введу множество ку-эпсилон. Значит, множество ку-эпсилон, это есть, мы обозначим решение, то есть это есть f от х со звездой. Вот, это множество есть, ну, единица минус епсилон х со звездой, плюс епсилон, тут произвольно х, принадлежащее ку. То есть это, по сути, что такое за множество? Это множество, которое вот есть настоящая какая-то точка х со звездой, вот, и есть наше множество ку. Ну, и мы как бы взяли, так сказать, промасштабировали все эти размеры, которые тут есть, ну, так, что это все в епсилон раз сжалось. Вот, в епсилон раз все это сжалось. Ну, то есть множество ку, как бы, теперь сосредоточено вокруг х со звездой, вот, так сказать, х сосредоточено. То есть мы так, если тут масштаб один, то тут масштаб епсилон. Ну, то есть, вот такое соотношение. Да, вот, давайте посмотрим. Это множество оно не используется, ну, х со звездой неизвестно, поэтому в алгоритме надо, конечно, не использовать, но в оценках оно нам понадобится. Поэтому я его и вёл. Значит, что я могу сказать про это множество? Ну, довольно тривиальный факт, что волеум этого множества есть просто епсилон в степени n на волеум ку. Это, в общем, просто из определения этого множества следует. Ну, то есть множество ку просто задано описанием своих точек, они имеют вот такой вот вид. Дальше что я могу сказать? Дальше я хочу, вот, исходя из этого епсилона, вот оно здесь задано, я хочу подобрать такое достаточно большое k, какое именно я сейчас напишу, чтобы выполнено смирайство. То есть я считаю, что k достаточно большое. k достаточно большое. Достаточно большое. Вот. Оно вот настолько большое, что оно стало меньше, чем епсилон. Что тогда можно сказать? Тогда можно сказать, что объём вот этого множества ку-эпсилон будет не меньше, чем объём просто из мощностных соображений. Объём множества sk-1, вот оно тут написано. Вот. Ну и в частности, это означает, что вот для таких k, давайте я вот чем-нибудь начну стирать, что для таких k, какая-то здесь написано, у нас должен существовать такой r, ку-эпсилон принадлежит от 1 до k, вот он существует от 1 до k. Вот. Что и x-эпсилон такое будет существовать. Значит, x-эпсилон принадлежащий, разумеется, вот этому k-эпсилу. Значит, будет существовать такое число x-эпсилон, что имеет место включения. Значит, x-эпсилон принадлежит вот этому s-k, s-r, извините. А при этом x-эпсилон не принадлежит s-r плюс 1. Это просто, значит, следствие вот этой вот конструкции, то есть это мощностные соображения. Вот. И вот этот x-эпсилон, значит, он обладает просто из построения того, как эти центры тягости строятся, он обладает таким свойством вот отсюда, сверху. Что, значит, f от соответствующей центры тягости мы обозначаем c-r. f это центр тягости. f-c-r, значение функции в точке c-r будет не больше, чем f от x-эпсилона. f от x-эпсилона. Вот. Ну, то есть мы ввели это множество по x, чтобы там найти некий вот x-эпсилон, но такой, который вот, если k достаточно большой, обладает вот таким свойством, то есть если k большой, он найдется вот, вот это будет вверху. Ну, для этого важно, чтобы k было настолько большое, чтобы вот это имело место. А x-эпсилон одно и то же. x-эпсилон вот здесь, а вот здесь оно и то же. Вот. Значит, мы не просто нашли x-эпсилон, мы по этому x-эпсилон определили c-r, соответствующий центр тягости. x-эпсилон и x-эпсилон. Ну, сейчас. Что с чем, потому что... Не предлежит, за чем, как должно быть. А, ну, конечно. Спасибо большое, да. Это правильно. Это правильно. И... Дальше, дальше. Используется вот такой вот факт, который я хотел бы просто нарисовать. И тогда будет понятно. Вот представим себе, что у вас есть некая функция, заданная одноотрезка 0-1. Вам известно, что она принимает значение в диапазоне от 0 до 2b. Ну, я как бы свистил эту картинку, так удобнее. И она выпала. Вот, рисуйте ее как хотите. Вот как хотите. Так, чтобы она принимала значение. И возьмите вот этот вот, значит, ну, в 0 на 0 только. Сделайте ее. Вот вот ε возьмите и задайте вопрос, насколько большое, может быть, максимально возможное значение может быть в функции в точке вот этой вот ε? Ну, вот если функция принимает, значит, выпуклая функция принимает значение на этом отрезке от 0 до 1, от 0 до 2b, то насколько большое значение может быть вот в точке, которая ε? в точке. Значит, самый плохой вариант, самое большое значение будет, когда это прямая. И это значение будет, соответственно, 2b ε. Потому что здесь 2b. Просто подобное. Вот. И вот из этой картинки только, соответственно, эта картинка должна быть воспринята вот так, что это x со звездой. Это соответствующая точка там ε. Ну, ε. Вот. А это соответствующая точка, ну, которая в x ε перешла от исходного множества у. То есть это вот x, которая породила x ε с помощью вот в этой процедуре. Вот. Я не знаю, как ее обозначить. Но важно, что тут между ними разница между x и звездой x не больше, чем 2b. Я вижу соответствующих, то есть f от x со звездой отличается от f от x, которая породила там x ε, ну, которая это противоречие вызвала. Значит, что они отличаются не больше, чем на 2b. И вот я вдоль этой прямой x со звездой x, породившей x ε, я пользуюсь этим фактом, что делаю? Говорю, что, соответственно, f от x со звездой, извините, f от x ε меньше либо равняется f от x со звездой плюс вот та самая 2b ε. Вот. Видите? Что получилось? То есть у меня, вот в итоге, вот здесь я могу написать, что вот это меньше, чем f от x со звездой плюс 2b ε. 2b ε. Вот. И смотрите. Значит, что это означает? Это означает, что я в своей процедуре, в этой процедуре, которую я описал, что я, как бы, сделал? Я сказал, что если я точку, ну, как бы, выточу алгоритма, определю, как... Как противопозначение надо определить? Ну, давайте я напишу xn. xn равняется минимум, арк минимум, равняется арк минимум. Если он не минимум, с этой точки достигается, можно брать любой. Элемент f от cr, где r меняется от 1 до r, соответственно. И вот в этой точке я получаю следующий результат. f от xn, минус f со звездой, минус, либо равняется 2b, 2b ε. Если n, ну, больше либо равняется, я напишу нижнюю границу, равняется, соответственно, чему? n, логарифм, b, ну, 2b ε. То есть, если я возьму здесь, вот это получается вот из этой формулы. Значит, так, только... Нет, все-таки мне не нравится, как я написал. Давайте... Это плохо. Это плохо? Мне не нравится. Давайте я теперь пишу вот так. 2b, вот сейчас будет хорошо. 1, минус 1, на e, в степени n. Вот, сейчас хорошо. Все. Вот так. Так и действительно лучше. Вот. Ну, а теперь уже я просто пытался вы мне эти выборки сделать. Я хочу добиться, чтобы это было ε. Вот. Я хочу добиться, чтобы это стало ε. И мне надо налезить n. Ну, и вот оно и получается у вас, ну, с точностью там до множителей, что ваше n пропорционально размерности на логарифм, там, 2b на ε. Понятно? А размерность? Ну, а это, соответственно, есть n на логарифм, 1 на n. Чего? А размерность же откуда? Как это откуда? Сейчас. Как это откуда? Минутку. Потому что, потому что, потому что вот так. А, соответственно, да. И, соответственно, мы хотим добиться вот этого. Ну, я тут действительно неудачно ε вёл. Мне вот так. Ну, я просто, смотрите, вот здесь я написал так. То есть ε у меня, это важно. Масштаб ε – это масштаб скалярный. Ну, то есть в этом-то вся… Это вопрос, который проясняет, на самом деле, нижние оценки и верхние. То есть, когда мы говорим, что ε – это масштаб линейный, масштаб, я не знаю, нарушение чего-то какого-то ограничения, это линейный масштаб. А в объёме он порождает εn. Вот это n, оно и, собственно, этот вопрос, он, как бы, и корень вот этой оценки. Да. Значит, что мы сейчас делаем? Вот обратите внимание. Вот вы уже сейчас сами можете ответить на вопрос. Вот я вам написал метод центров тяжести. Он работает вот с такой оценкой. Предположим, что q растёт, размеры q растут. Растут, растут неограниченно. Но входит ли размер q в оценку? Не входит. Но при этом, если я буду q стремить в бесконечность и просто возьму q в эту метку бесконечность, метод перестанет работать. Вот это к слову о том, что вот эти нюансы, их надо как-то чувствовать, понимать, что такие они и есть. Хотя это, может быть, самый важный здесь момент. Но обратите также внимание на то, что эта оценка, она достигнута на методе, который никакой липшицевости не предполагает. Я где-нибудь про липшицевость говорил, использовал какую-то липшицевость. Основной трюк здесь, который как бы убил липшицевость, возможно, не липшицевость, вот видите. То есть эта функция может быть не липшицевой, она может быть гадкая. Вот это вообще что-то такое. Но видите, это не страшно для нас. То есть я же не сказал, что мне тут важно, как она ограничена, константы липшица. Я это не использовал. Но это для метода центра тягости. То есть если мы хотим чего-то большего, возможно, там лучше использовать. Значит, в чем вот эти оценки хороши? Ну, они действительно разумные. То есть если мы считаем, что по каким-то причинам нам докворакл доступен, но они хорошие. r логарифм единица на ню, это нормально. То есть это даже герактические задачи, в принципе, нормально. Проблема только в том, что вот в этих методах не в том, что вот эта оценка плохая. Она действительно там, может быть, доминируема в зависимости от диапазона. Но проблема не в том, что вот эта больше вот этого. Потому что это как раз часто бывает реальная физическая задача, когда это не больше, чем вот эта. Ну просто вот здесь методы реально требуют намного проще оракула, чем вот тут вот. Потому что смотрите, какой тут оракул используется. Ну ладно, субридиенты выдает нам тоже, но вот он нам центры тяжести выдает. Нетримиальны, это громоздно. И мы опишем процедуру поиска центра тяжести, но она вероятностная. Без именированных я не знаю полиномиального алгоритма поиска центра тяжести. Вероятностная процедура. Ну, я знаю вероятностную процедуру, которая за небольшой полином пятой степени находится центре тяжести. Не за пятой, а за четвертой степенью находится центр тяжести. И так вот будет n в пятой общий трудоемость, понимаете? Четвертой степенью от R. Так это даже вообще не запустите никогда. Поэтому центры тяжести особо и не используются. Ну и в теоретических исследованиях. Что используется? И вот сейчас сюжет второй называется метод эллипсоидов и алгоритма Чияна. Я извиняюсь, что я действительно очень медленный, но мне лучше рассказать так, чтобы все поняли, чем я буду торопиться. Тогда в следующий раз, если у нас что-то не успеет. Ну потому что нельзя торопиться здесь. Метод эллипсоидов, алгоритм Хачьяна, алгоритм Хачьяна. Ну эллипсоиды здесь Шор, Немировский, а это середина 70-х. Ну вообще вот метод центр тяжести это Левин Ньюман, 65-й год. Насколько я знаю историю, Левин пошел грибы собирать, вернулся и вот с этим методом. С грибов. Какие споруды любопытные. Ну Ньюман это американская математика, они явно независимо это делали. Левин, кстати, по-моему сейчас как раз... Америте, он еще много чего сделал. Если я правильно помню. Это тот геем, который как раз потом отменил НПР. Разные вещи там. Ладно, значит метод эллипсоидов, алгоритм Хачьяна. Ну проблемы, да? Вот мы сейчас сказали, что метод имеет задвреднение снахождения центра тяжести. Давайте предложим такую модификацию метода, которая выглядит следующим образом. Вот у вас есть тело. Вот вы делаете как бы следующее. Вы проводите, ну то есть рассуждение те же самые, проводите гиперплоскость, но что теперь? Теперь вам надо искать центр тяжести вот этого множества. А вы делаете хитрее. Вы берете и, значит, считаете, что изначально ваше тело эллипсоид. Вот для определенности. Изначальный вариант, вам никто не мешает погрузить это тело в эллипсоид, в шаг. То есть считайте, что ваше тело шаг. Значит, это даже и черный шаг. То есть вы работаете в шаре изначально в Q шаг. То есть вы проводите гиперплоскость. Она отсекает половинку шара. По явным формулам, причем таким хорошим, вы можете вписать... Вы можете вписать эллипсоид вокруг этой половинки шара. Дальше ваша задача вписать, ну, сделать, найти центр тяжести вот этого эллипсоида. Значит, как это делается? Вы можете в этом эллипсоиде... Вы его знаете. Потому что, зная половинку шара, конкретно описанным уравнением, вы легко находите уравнение эллипсоида. Просто явно там все это считается. Эллипсоид вам известен. Первоначальный шар, своим описанием, вам известен вот этот эллипсоид. Дальше, зная этот эллипсоид, вы берете его, продолжим образом сжимаете по соответствующим мастерам, чтобы из него получить шар. Ну, другой шар, с другим центром, с другого радиуса. То есть мы теперь шар вписываем в эту полу... Ну, то есть, что мы сделали? Мы... Итервация заключается в том, что мы... Ну, это эллипсоид плохо, ну, не знаю. В общем, я думаю понятно. Изначально у меня шар. То есть я... Это важно, что... Нет, ну, был шар. Получили эллипсоид, потом из эллипсоида снова делаем шар. Да. Потом делаем... И возвращаемся к изначальной конфигурации. Только просто смещенные. Смещенные. То есть, вот у вас была половинка, да? Мы около... Мы не хотим искать ее центр тяжести, потому что она дальше будет резаться, все сложнее и сложнее. А мы описываем эллипсоид вокруг этой половины. Сейчас, сейчас. Но это приведет к тому, что здесь будут дополнительные точки. Таких эллипсоидов много. Мы какой выбираем? Минимального объема. Минимального объема. Нет. Ну, то есть, много, конечно, в том смысле, что они могут удовлетворять условия вложенности. Но здесь речь идет о минимальном объеме. И вложенность по-разному идти. Значит, да, я понимаю. Ну, это и говорится о вложенности. То есть, мы можем вложить... Ну, собственно, ясное дело, что мы сейчас можем, значит, тут, как бы сказать, о том, как именно вкладывать, то есть, ну, на вот этих пропорциях. То есть, можно нарисовать по-разному. Ну, вот это наше слово. Минимального объема. Это по явной форме делается. По сжимальному объему, а то это делается по явной форме, да? Ну, это подразумевается. Может, какие-то рационализы что-то хотим, чтобы здесь поменьше было. Значит, это явно делается. То есть, это конструктивно. Дальше мы говорим, что вот этот элипсоид мы, поскольку он конструктивно задан, приводим к шару. Оказывается, что объем, значит, что вот можно показать, что объем этого элипсоида, объем этого элипсоида будет меньше, чем объем исходного шара в такое количество раз. Точнее, как сказать, значит, волем Q, а это волем, значит, вот этого элипсоида. Мы все пространство, да, сжимаем? То есть, пока мы еще не сжимаем, тогда мы еще не сжимаем. Если в шар элипсоид... Это фотонов, когда мы с элипсоидом выморезуем, тогда... Да. Пришло то... Да, значит, пока мы просто говорим про этот элипсоид. Да. Его объем, объем этого элипсоида, объем этого элипсоида описано. Меньше, чем объем, нам же смогу. Вот в такое количество раз. Ну, не больше, точнее. Не больше, чем вот такая часть объема. То есть, мы... Ну, сжимаемость испортилась. Если раньше была сжимаемость единиц минус число какое-то, единица на е, то теперь оно зависит от размерности пространства. Ну, хуже стало. Это не бесплатно. А к шарам мы переходим с помощью замены координат. Дальше мы действительно повторяем этот шаг, повторяем этот шаг, сжимая соответствующим образом элипсоид, чтобы из него получить шар, и повторяем рассуждение уже для шара. Это же надо собственный... Друзите, ничего не надо, потому что... Еще раз. Вы должны понять так. Все убивается тем, что мы на каждом шаге стартуем с шаром. На каждом шаге. У нас не накапливаются обрезанные полушары. Мы стартуем с шаром. Ну, потому что элипсоид, это шар, и это по явно тоже не сделается. Это просто как бы... Ну, явно все это можно выписать. Просто вот здесь написать громоздко. Вот. И, таким образом, у вас будет более-менее все то же самое, та же идея работать, что я здесь проговорил. Ну, с тем отличием, что вот в этом месте вот в этом месте получится уже не... Сейчас. Получится уже не оценка, вот которая была, а оценка n будет порядка n в квадрате. Потому что вот это n еще здесь будет прибавляться за счет... Ну, за счет того, что здесь как бы единица на 2n. То есть это все сюда будет уноситься. Вот. Это будет n в квадрате, но в остальном очень похоже. логарифм. Здесь тоже возникает такой неприятный момент, связанный с тем, что все-таки для вот этого метода эллипсоидов у нас здесь действительно важна некоторая асимметрия множества изначального. И вот эти его процедуры как бы приведения, они возникнут, что здесь вырезают. Значит, что такое r? r это радиус шара, в котором q, то есть q принадлежит. Давайте так вот еще. q принадлежит b, 2r. И, соответственно, q содержит b, 2r. Вот это r, 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 характеризует некую, так сказать, асимметрию множества q, и для методов не центра тяжести, а вот уже такого типа эллипсоидов тоже неустранимым образом входит. И вот здесь уже мы вполне имеем размер, входящий в алгоритм. Так, откуда взялось n квадрат? Откуда взялось n квадрат? Ну, рассуждение аналогичное приведенным ранее, в той лишь разнице, что объем теперь уменьшается не как 1 на 1. А дальше мы говорим, вы просто смотрите, на самом деле здесь очень простая идея. 1 минус 1 на 2 n это и есть порядка e в степени минус k. Минус k на 2 n. Вот. Ну, и, соответственно, с учетом того, что мы должны сделать из этого ε в степени n добиться, ну, то есть, настолько умеют, то есть, мы хотим объем сделать так, что он был порядка ε на r. Ну, и ясно, что k, число итераций, будет уже с квадратом, когда рифт е на е. Вот тут такая идея. То есть, я... А там в оценке было единица на е. Там не было, значит, такой проблемы с этим же. И поэтому там это первая степень. Значит, это оценка метода элипсоидов. Это оценка метода элипсоидов. И это... Ну, это было известно долго, чем я, насколько я понимаю. И в книжке Леровской люди, например, есть. Лучше опять опираться, дорогие, очень. Сейчас. Все будет. А можно просто? Да. А, еще раз так. Как мы элипсоид сжимаем шар? Это тоже можно по-разному делу. Или что мы делаем? Нет. Ну, мы, разумеется, сжимаем шар, сохраняя его центр. То есть, элипсоид как бы... Ну, то есть, для нас... Сколько силе мы его сжимаем? Для нас важно, чтобы мы... Ну, как бы сказать? Чтобы мы, с одной стороны, контролировали, ну, так сказать, реальные какие-то положения вещей, где настоящая жизнь. И когда мы обращаемся вот к этому... Ну, скажем так. Это делается просто с точки зрения формы. То есть, нам намного проще... Скажу так. Мы можем вообще... Забудьте про то, что мы что-то сжимаем. Просто эта конструкция рассказала для того, чтобы вы понимали, как мы в вычислительном плане находим центр тяжести. Вот и все. То есть, мы, чтобы найти реальный центр тяжести, мы оракулы не просим. Мы можем вот с помощью этого друга сами это делать. Мы, зная элипсоид, мы его где-то там расположены, абстрактно описаны. Мы его... Ну, мы знаем его альтеросимметрии. Мы его, так сказать, сжимаем, чтобы он был с тем-то центром, но вот симметричными осями. Ну и дальше уже вот к этому множеству применяем, так сказать, отсечение. И самое главное, описываем множество вокруг снова... Нет, а какие требования к тому шару, который мы получаем из элипсоида? Какие? К какому шару? Объем там такой же будет? Нет, ну там... Все это сохраняем... Нет, смотрите. Еще раз. Вот это вот насчет объема... Не надо вообще про это думать в плане объемов. Мы реально работаем... Забудьте. Хорошо. Считайте, что мы как-то можем находить центры тяжести и строить вот эту вот... То есть забудьте про вот эту конструкцию. Эта конструкция никак не портит оценки скоростасходимости. Она просто... Она позволяет на этом... Переписывая выкладки на этом языке находить центры тяжести. Вот и все. То есть она не отражается на геометрии метода. То есть это не геометрия метода. Это конструкция просто вспомогательные рассуждения, которые вам будут позволять, не обращаясь к оракулу, просто пересчитывать от информации, которую нам выдает оракул, то есть эти градиенты, просто пересчитывать по компактным формам. То есть это ваши как бы заморочки, если хотите. То есть это не то, чем вы должны как бы напрягать оракулу. Оракул вам с такой скоростью сжимает и сжимает. То есть он снова описывает элипсоид. Для него внешний мир как бы... То есть это уже ваша внутренняя кухня, что вам самому центр найти. Ну не знаю, вы можете это посмотреть много где. Это известная формула, как это все рассчитывается. То есть принципиально... Забудьте вообще про то, что мы до шара сжимаем. Принципиально, что эта алгоритмическая задача хорошо разрешима. Вот элипсоид проводится через центр гиперплоскости. Описательный элипсоид, который вот здесь, так сказать, вот так вот, минимального объема. Это явная формула просто. То есть описательный минимальный объем элипсоид, содержащий половинку элипсоида, просто считать, что есть явная форма. Все, забудьте про шары. Значит... Ну да, это вспомогательная формула. Элипсоид это множество вида А в ночь на З, где А матрица, а З это шара. Получается, что мы просто переходим к переменам Z. Ну да, нет, еще раз. Мы обсуждаем вещь, которая достаточно известна. То есть мне хочется о другом говорить. То есть поверьте на слово, это известно. Тут будут сейчас моменты более-таки неизвестные. Хорошо, а на первом шаге тоже можно было записать элипсоид? А писатели элипсоид могут быть? Я вроде так и сказал, что неограниченность и мы можем считать, что Q это элипсоид или шар. Мы с него стартовали. Это же не принципиально. Ну то есть, если вы знаете, что вы в каком клоште, всегда можно считать, что это достаточно большой шар. И плата за это, конечно, будет, но она под логарифмом. То есть то, что вы ее раздуваете, но это не страшно, ведь все логарифмом. Сейчас возникает такой вопрос, уже достаточно нетривиальный. Хорошо, а насколько метод эффективен? Оказывается, что метод можно организовать таким образом, что если вы работаете в арифметике не битовой, а просто считаете операцией, то вот этого большой ответа в квадрате. Ну то есть вот сколько там перемножений, делений, не знаю. Умножение матрицы будет не больше? Что? Умножение матрицы не будет? Нет. Матрица на вектор. Но это можно организовать более хитро, то есть можно показать, что за большой ответ в квадрате можно организовать. Вот. Значит, таким образом получается, что алгоритм элипсоидов в общей сложности требует устойчивости от алгоритма это четвертый. Возникает резонный вопрос. Вот смотрите, мы здесь проиграли. Существует ли какой-то метод лучше, чем метод центров тяжести, который бы позволял... Чем метод элипсоидов. Что? Чем метод элипсоидов. Который, да, позволял бы итераций делать меньше, чем метод элипсоидов, но при этом число вот этих вот... Ссылку еще... Ну ладно, по памяти ее. Значит, число итераций было бы не центров тяжести, а затраты на итерации были бы такие же, как у элипсоидов. Недавно Ли и Сидфорд, 15-й год, Сидфорд, еще кто-то третий автор, на дублевая фамилия, 2015-й год, предложили такую вариацию метода, используя там больше методов, ну, такие... Барьеры, что ли... Как это? Волеометрик... Ну, неважно. В общем, с похожих соображений, значит, получили оценку, значит, вот такую. То есть имеется в виду, это общая трудозатрата. При этом они ее получили за счет того, что удалось им вот здесь получить n в первой степени и сохранить вот здесь n в квадрате. Потому что были известны методы не центров тяжести, которые вот так работали, не центров тяжести, которые вот так работали. Но у них проблема была, что здесь было n в кубе. И все равно хорошо, что n в квадрате, но здесь n тоже в квадрате. А вот оказалось, что есть метод вот так работающий. Вот это уже вполне себе практично. То есть это будут... Еще раз, вот эти вот О, О, С, Л, О, С, Л, Н... Это источник от логарифма. А, понятно, хорошо. Я вам спешу логарифм. А, О от n в квадрат... Общая трудозатрата. Зови n маленькое, это за размер из пространства? Это стоимость итерации перлипсоидов, стоимость итерации... Одной. Одной. Ага. Итерации о перлипсоидов. Так, а n это размер из пространства? n это размер из пространства. А это общее число операций. Общее число операций. А это число итераций. Число итераций и ипсоидов. Число итераций. Вот. Так, а вот n пропорционально n в квадрате логарифм, это количество... Ну, вот это вот, это общая трудозатрата и ипсоидов. А это общая трудозатрата и метода ИС. Да. А вот n пропорционально в квадрате, это количество итераций, которым надо... Ну, вот эта вот формула... Где это? n квадрат. Вот это число итераций у ипсоидов. А число итераций у ипсоидов. А число итераций у ипсоидов вот такое. Да. Но это, на самом деле, еще не конец истории. Это пока я только рассказал то, что... Ну, дофач, да. Ну, тут и ИС, тут, конечно, не знаю. Но это как бы предыстория. Вот. Предыстория... А, Вонг, фамилию Вонг нашел. Ну, не важно. Это... Ну, это все нормально, но... Тем не менее, для корректности не держу. Вонг. Что тут... Интересно. Интересно то, что, оказывается, вот это все дело можно развернуть следующим образом. Я, наверное, вот это буду стирать. Развернуть следующим образом. Зададимся вопросом, а можно ли, можно ли как-то вот это вот все, что я сейчас описал, использовать для ответа на вопрос вот такой. Ах, меньшим, поравняется В, и, значит, ответить на вопрос. Разрешима ли система? Разрешима ли система? Разрешима ли система? Ну, и на близкий вопрос. Ах, минимум, ах, меньшим, поравняется В. И, значит, это, значит, мы должны решить задачу точную. И, значит, это, значит, это, значит, то есть, например, решить задачу точную. Когда я говорю разрешение системы или решить задачу точную, что имеется в виду? Имеется в виду, что есть... Так, а х из rn. Что? Х из rn. Да. Х из rn. Давайте я даже точню и скажу. Х из rn, а ограничения Г. Мы считаем, что у нас так называемая битовая постановка задачи, это означает, что все числа заданы с конечным антисовым в постановке задачи. И не ограничиваем общности, просто умножаем на достаточно большое число, мы считаем, что это просто натуральное число. То есть даже натурально целое число. То есть все элементы, которые здесь в постановках есть, то есть вот этот объект А, В, если надо, С. Все это целые числа. Более того, все эти числа имеют конечное число бит. То есть, а это матрица из целых чисел? Из целых чисел, да. Я думаю, понятно из контекста, что это матрица. Вот. И, значит, обозначим через иль. Это, значит, сумма по иль, g на воду, m, n. Вот. Соответственно, лог 2a и g. Это просто сколько, это не модуль числа, это сколько битов. Поэтому число натурально целое. Вот. Ну и так далее. Тут будет, соответственно, лог 2bит, e от одного до m плюс лог 2cит, e от одного до b. Вот. Тут, по-моему, 3 или что-то в этом. Какое-то число там, неважно, добавляется. Да. Ну, для общности мы тут, чтобы потом с этим числом было удобно работать, напишем лог, лог. По сути, объем памяти, который нужно, чтобы их сохранить. Да, да, да. Это вот то, что нужно, чтобы записать память и условия задачи. Вот такого количества битов достаточно, чтобы записать задачу. Значит, дальше говорится, что, ну, при таких предположениях, что у нас все конечно, решение вот этой вот системы, аналогично там вот с этой вот задачей оптимизации, значит, x, решение, настоящее, такое, которое должно быть, вот. То есть это, точнее так, существует, если система совместна, если система совместна, то существует решение, которое удовлетворяет этому условию. А если система не совместна, если система не совместна, то тогда невязка, которой мы обозначим ax-b, значит, плюс, вот. Значит, она всегда будет не меньше, чем 2 на 2 минус 0. Вот. Ну, то есть, какие бы иксы мы не подбирали, ну как, ну, если она не совместна, то вот она не совместна запасна. Это просто, ну, это связано с конечностью описания, что это не просто числа, а числа с конечным описанием. Ну, у них конечное число битов. И связано это вот такого типа результата с принципом граничных решений. То есть, если у вас есть решение, то не ограничивая общность, ну, например, задача оптимизации, да, вот. То, в общем-то, если есть решение, вы всегда можете считать, что, даже если их много, что оно в вершинке. А в вершинке выполняются условия, ну, полного, как бы, ранга. То есть, не имеется в виду, что вы можете однозначно там разрешить соответствующую систему. И просто пользуясь там тем, что там детерминат, ну, вы явно дроби все пишите, смотрите, сколько там у вас, насколько маленькие и знаменательные может быть. То есть, это все вы контролируете. Ну, аналогично с масштабом числа. То есть, вот этот принципиальный факт простой, который позволяет вам говорить, что если у вас, значит, задача имеет конечное описание, то, соответственно, вы можете ограничить и размер решения. И если, соответственно, система не совместна, то невязку снизу можете тоже контролировать. Это нам позволит, в каком-то смысле, понимать, что, на самом деле, там, запасы, которые есть, это все очень хорошо. Это вот и завод из первого. Значит, дальше мы что говорим? Что у нас есть возможность осуществлять операции вот со всеми этими числами, ну, как с битовыми числами. Ну, тратя, соответственно, там, на сложение линейное, на умножение, там, чуть побольше. Ну, это не принципиально. Для нас все это просто число операций. И зададимся вопросом, насколько быстро можно ответить на вопрос разрешима ли система в то абсолютно точной. То есть не с каким-то... Замечу, никакого епсиона сейчас нету, нету епсиона. Вот епсиона у нас, оно вот откуда возникает епсиона. То есть епсиона у нас порождается задачей, точностью, мантицей, длиной мантицы. И епсиона связана вот с этим. Поэтому тут никакого епсиона нет, ответ на вопрос задается точно. То есть абсолютно точно. Разрешим они система. Решить абсолютно точность задачи активизации. Насколько это затратнее, чем вот в таких категориях? А в таких категориях, замечу, что мы только приближенные ищем. А теперь мы хотим, задавшись тем, что у нас конечное все, ну как бы, конечное описание входа, то есть это не абстрактное число вещества, а число с конечной мантистой. Насколько можно, так сказать, сохраняя, или как-то улучшая, не сильно эти оценки, попробовать решить задачу? Ну, я думаю, то, что я вам эти два примера рядом рассказываю, наверное, какие-то ассоциации у вас вызывает, а именно, что, наверное, если, ну, например, смотреть вот на совокупность, допустим, вот этих, или одно вот этого, то просто здесь отсекающие будут нарушенные неравенства. То есть мы видим, что что-то нарушается, берем соответствующие, так сказать, это пересечение гиперплоскостей, да? Ну, значит, если вот это условие не выполняется, мы это можем разумно проверять, мы берем соответствующую гиперплоскость, и нам изначально у шарика 2 в степень ль, то есть мы стартуем с шарика 2 в степень ль, ну и начинаем вот эту процедуру, делать отсечение, отсечение. И слишком мало, ужимать нам не надо, потому что, в принципе, дойдя досюда, мы должны понимать, что уже там дальше жизни нету. То есть если мы слишком, просто такие рациональные числа с основания меньше, чем 2 в степени ль, они не будут возникать. То есть это уже как бы не надо искать решение вот так. То есть достаточно дойти до шарика, ну, от определенного размера. Поскольку все это по логарифмам, то это не очень страшно. Вот мы берем вот эту процедуру айпсоидов, но здесь возникают все-таки нюансы, потому что, когда мы говорим о арифметике с конечным вот этим всем, то у нас будет, по идее, накапливаться. То есть мы когда будем нажать 2 числа, и 2 числа с таким количеством битов, с L-битами, берем 2 числа. То есть будем считать, что все числа, значит, ну, на самом деле, надо вот так. То есть будем считать, что мы... Давайте я напишу результат, тогда это будет красивее выглядеть. Значит, результат выглядит следующим образом. То есть что если мы возьмем вот столько ничей памяти, n-n-n в квадрате, ну, опять-таки, с точки зрения логарифма, будем все числа хранить, это вот число разрядов, число разрядов в нашей арифметике. Ну, то есть мы 2 числа А плюс Б складываем, по ходу итерации у нас могут возникать числа больше, чем L. То есть мы начинаем работать и, в принципе, храним все числа вот с таким числом разрядов. Константы тут какие-то, они явно выписываются. То есть это все можно сделать. А на L это число разрядов? Это число разрядов в тех операциях, с которыми мы работаем. Вот на протяжении всего алгоритма, все, что мы делаем, мы делаем вот с такими числами. То есть большинство вещей будет связано, работа с числами, где меньше, раз просто там нет информации другой. Но иногда, там, при перемножении еще что-то будет появляться, ну, как бы необходимость выходить за эти рамки, тогда будем обрезать. Это плохо, мы теряем информацию. Как мы теряем? На самом деле ничего страшного, как оказывается. Значит, ну, вот, вот, неточность, она как бы там нормально накапливается, не так сильно, поэтому все контролируется. Значит, итак, мы работаем в такой арифметике, вот столько ячей памяти, нам надо вообще какие-то числа, вот такие числа загрузить. А сколько операций, типа, типа, умножить, разделить, сложить, вычесть, взять максимум и извлечь кое. Вот, сколько таких операций, значит, все, другие операции не нужны. Сколько таких операций нужно? Ответ вот такой, у нас волнует N в кубе, N в квадрате, плюс N, L, вот. Значит, вот такое количество операций вы делаете, это чтобы вот эту задачу решить. И тогда вы однозначно говорите, разрешим или нет, без всякой категории, с какой-то точностью, то есть все, вам дается задача. На входе у нее числа M, L, которые характеризуют, ну, некий масштаб, с которым вы столкнулись. Вы говорите, что, ну, вообще, мне надо приготовить память, там, что-то туда, так сказать, хранить, там, значит, работать с числами вот с такой длиной мантисы, то есть просто вот число характеризуется таким количеством, неважно, не до, запятую, просто, вот, только вы храните. Все операции делайте такими числами. Такое количество операций сделано, однозначно сможете ответить на вопрос, да или нет. Значит, задача принявляли разрешима. До 78-го года это была открытая проблема, так сказать, в такой тюринговской сложности, принадлежит ли L.P. Оле, ну, принадлежит ли задача линейного программирования L.P. Это произвело настолько большой фурор, потому что, например, в великанской газете New York Times была такая статья, что там русские придумали, там, алгоритм элипсоидов, которые, там, позволят им сбивать наши ракеты, все ужасно туда, как цены. Вот, вот, что на самом деле, это как-то так вот. То есть, было колоссальные какие-то ожидания о том, что, ну, все, теперь, вот, так сказать, пойдет. Но, в общем, интересно, про это написано в книжке, посвященной Хачьяну. К сожалению, в 2005 году умер, как был молодой, 50 с чем-то лет было. И в 2009 году вышла книжка в здательстве НТНМО, ему посвящена. Там есть описание этих результатов под редакцией Сергея Тарасова, которая на прошлом занятии была, кстати, в независимом университете. Вот, и есть вот это все. Значит, ну, важно, важно, вот принципиально важный момент здесь, всего их тут два. Вот это вот, чтобы просто догадаться, что вот, вот, вот это надо заметить. Это сразу определяет, как бы, масштаб того, откуда мы стартуем, и масштаб того, куда мы хотим, до чего мы хотим дойти. Разумеется, надо более аккуратное рассуждение. Ну, и второе наблюдение, которое, я думаю, вы на глазок легко мне поверите, что если я возьму в этой процедуре и ошибусь, я это так часто делаю, но я имею в виду, что на этот раз специально, вот. То есть я буду вписывать алипсоид, но я же делаю операции реально, как бы, ну, в реальной конечной арифметике, поэтому что-то там огрубляется, значит, я не смогу точно все это сделать. Значит, я как-то ошибусь. То есть я ошибусь и с проведением гиперплоскости, и с вписыванием алипсоидов. Чем это чревато? Давайте подумаем. Значит, соответственно, если я хочу какой-то запасик, я просто, исходя из этого сухградиента, отступаю, отступаю и строю вписанный алипсоид для множества запасов. То есть что я делаю? Понимая, что при построении алипсоида я могу выкинуть какие-то точки, то есть я могу не в нужную сторону сузить, я не хочу ничего терять. Поэтому я уйду с алипсоидом. Вот из-за чего тут как бы дополнительно набегают всякие нехорошие вещи? Это надо понимать, что мы работаем в конечной алифметике, поэтому мы должны все запасно делать. Значит, мы должны вписывать алипсоид не в реально, вот через центр тяжести, а отступить пемпердикулярно гиперплоскости чуть-чуть вниз, провести соответствующую гиперплоскость, и уже в нее вписывать алипсоид. И вот везде такие мелочи, они там возникают. То есть мы должны везде учитывать, что у нас везде чуть-чуть есть неточность. Но это все приводит, на самом деле, к тому, что сильно ничего не портится. То есть это все поправки. То есть принципиально порядок сходимости это не портит. А основные тут просто затраты в том, чтобы вот это все уже теперь вбитого алифметики правильно записать, учитывая, что там есть. Ну и, конечно, излишне, возможно, требования наточиться. В этом-то и дело, что мы оракулы теперь генерируем гад. Что оракул нам выдает наружу, то есть мы его спрашиваем, что нарушено. Это же можно легко проверить арифметически, что нарушено. Ну какое неравенство нарушено. Мы допускаем, что они все верны. Начинаем проверять, просто вычисляя, делая операции соответствующие. Оп, обнаружим. То есть в данном случае оракулы-то мы сами. Мы просто проверяем, видим, что какое неравенство нарушено, берем тот самый... Ну что такое неравенство нарушено? Ак-т транспонировано на х-мини-вбк-на. Оно неверно. Мы это проверяем, с какой-то там нужной нам точностью мы храним вот этот запас. То есть оно если неверно, то оно уже точно неверно. Ну в нашей арифметике. Ну, значит, берем этот вектор и берем его в качестве вот этого определяющего гиперплоскости. Это если мы просто совместимость решаем. А если вот такую задачу решаем, то надо хитрее рассуждать, надо... А, для совместимости нам надо просто начать с очень большого шарика. Ну и то же самое для... Это одинаково. А потом уже... Подсекаем, подсекаем согласно вот этим векторам, где нарушили. А в момент, когда нарушений не будет, мы дойдем. А если мы сферимом будем нарушаться и дойдем до очень маленького шарика, и, соответственно, так и не получим, что как бы все совместно, значит, оно и несовместно. То есть мы, дойдя до такого шарика, и не получив, что все совместно, вообще несовместно, а гарантия, что если она совместна, то где-то раньше мы остановимся. Ну, то есть не будет нарушения. Поэтому тут сильно маленький епсилон на линии возник. Вот это два минусы, и оно тут как раз и возникло, там, с точностью, значит, по праву. И вот в случае этой системы, в принципе, рассуждение аналогично, меняется только то, что мы в момент, когда все ограничения совместны, мы дополнительно тогда еще оракул начинаем отсекать уже вот этим цель. Но можно вот эту задачу вывести за дополнительную логарифмическую плату из вот этой задачи. А именно, представим себе это означало, что мы умеем решать задачу разрешенности. И знаем, что значение функционала в этой задаче, значит, оно, есть некое S на T, где S и T это числа, которые мы, значит, вот такие. Ну, это я как бы лог 2, это меньше, чем L. Вот. Ну, то же самое с T. Ну, проще сказать, 2 в стихуле. S и T меньше, чем 2 в степени L. Вот. Вот если мы знаем, что функционал вот так вот выражается, то есть он есть, ну, оптимальное значение функционала, есть некое S и T. S и T мы не знаем, но знаем, что эти числа, ну, по модулю, они меньше, чем 2 в степени L. Ну, в нашем представлении они имеют конечное число вот этих обид. Тогда мы можем делением отрезка пополам. То есть мы берем вот этот вот отрезок определяем для S и T. Ну, детали я это пускаю. Но, в общем, идея очень простая. Когда мы знаем, что у нас диапазон, где это может быть, а мы его знаем, то тогда мы просто берем серединную точку и спрашиваем, разрешим или нет. И вот таким оракулом мы там отсекаем и идем с уменьшением, там, с геометрической прогрессией. Это единственный тут момент. Надо показать, что действительно, если задача совместна, то вот это верно. Но, в принципе, тут возникает один нюанс. Может такое быть, что она, так сказать, совместна, но там бесконечное значение функционала. То есть она, вот это неверно. Это может быть неверно. Вот. То есть оно либо верно, либо оно просто бесконечность, минус бесконечность. То есть вот понять, какая из этой нотив верна, нам надо, переходя к двойственной задаче, строиться по явным формулам, и двойственная задача, исследуется ее совместность, совместность-двойственность. То есть дополнительно к этой решается двойственная, решается, строится ограничение в двойственной задаче, и изучается их совместность. То есть, как бы, приходится некоторую надстройку делать, но эта надстройка, она аддитивно добавляет сложность, то есть просто мультипликативные множители. А и логарифмические рестарты, и логарифмическое число рестартов. То есть ясно, что сложности здесь приблизительно одинаковые. Ну и это общий факт, любую задачу разрешимости можно, вот, ну, там, договорками сводить задачи объема оптимизации. То есть вот эти все задачи, так сказать, комбинаторной оптимизации, они могут быть переданы на языке разрешимости и на языке минимизации, там, чего-то там. Это и так, и так, но не эквивалентно с точки зрения вот таких переходов. Значит, что я сейчас описал? Я сейчас описал, следуя Кочевиану, полиномиальный по M, M, L алгоритм, в том смысле, что вот все, что мы используем, он полиномиальный по этим величинам. Причем замечу, что это L, это, как бы, именно вот битовое, в битовом понимании, вот, сколько битов мы, так сказать, имеем, вот поэтому полиномиальное все. Открытым является задача построить алгоритм вот в категориях вот таких, которых мы эти оценки получаем, но абсолютно точные. То есть именно для задачи нервного программирования, именно для задачи разрешимости. То есть вопрос задается так, а если вам дают задачу, и эти числа просто вещественны, но вам говорится, что ваша, это, так сказать, программа компьютерная обладает возможностями перенажать эти числа за его большое там академикс. Ну, неважно, за сколько. Просто вы в тех этих операциях должны сказать, сколько таких операций будет. То есть за сколько операций вы сможете абсолютно точно найти решение системы линейных, то есть задач линейного программирования вот в таких категориях. Ответ неизвестен, это открытая проблема. Существует ли полимеральный алгоритм? Отмечу, что вот если вы зададитесь вопросом вот таким, то это он Гаусс. То есть алгоритм Гаусса позволяет одновременно и в битовой сложности, то есть он же и в бит, вот в том же самое тут говорится, и это известно. Вот как раз вот это, собственно, как Хачьян рассказывал свой результат, насколько я понимаю, что вот это было известно Гауссу, а вот это сделали. То есть вот это было известно, что это от битовой сложности разрешено запалено, а вот это не было известно до 78-го года. Ну и вот это. А теперь стало известно. Но вот это Гаусс и там и там помогает. А тут вот помогает Хачьян, а тут в такой, в арифметике с, значит, вот такими ограниченными операциями, еще раз повторю, точное решение. То есть вот этот алгоритм, вот этот алгоритм, он же дает приближенное решение. А мы хотим найти абсолютно точное решение. Оно достигается в одной из вершин. Задача именного программирования. Полиэтр. То есть мы описываем, вот каждое неравенство, это намного неравенства. М неравенство. Каждое неравенство определяет гиперплоскость. Значит, это пересечение гиперплоскостей, это внутренность некого полиэтра. Вот. То есть ясно, что надо просто перебрать вершины. Проблема в чем? Что несмотря на небольшой размер М, число вершин может быть экспоненциально. Возьмите куб. Куб задается н гранями, ну, два н гранями. Куб задается два н гранями, а число вершин у него два в степени n. Это проблема. Это проблема, потому что если мы будем брать такого типа алгоритм, но мы знаем, что решение достигается в одной из вершинок, то тогда надо перебрать все вершинки. Не работает, потому что типично, что этих вершинок экспоненциально много. То есть это непонимиральный алгоритм. Возникает вопрос, а вот симплекс метод. Симплекс метод это некий более изощренный такой релаксационный метод, который берет многогранник вот этот вот, и идет постепенно там уменьшая увеличивая значение функции, зависимости от задачи на максимум или минимум. То есть мы переходим из одной вершинки в другую по определенным правилам, и каждый раз уменьшаем значение функционала. То есть мы выбираем направление согласно С, и многогранник разворачивается так, что, например, оптимум в этой точке. Ну то есть просто минимальное значение это С, мы так многогранник повернули, что вот он так выглядит. Вот. И задача поиска вот этой вот точки, симплекс методом, где вот он работает в таких же. То есть вот эта категория, блин, смело, шуба, они типичны, я имею в виду категории, когда мы считаем общее число операций, несмотря на битвы их представления. Но просто мы никогда не интересовались вопросом ранее, что нам идеально точно нужно, а теперь заинтересовались. Благо задача, имея как бы, такую переборную природу, у него минимум достигается в одной из вершинки. Поэтому тут, естественно, такой вопрос поставить. Он был поставлен смелым, это его девятая проблема. Подобно Кильберту, он на стыке веков свои проблемы предложил, и вот эта проблема под номером 9. А зачем мы это точно решать, если мы можем сексу вам 10 минут не ставить, зачем? Смело считаю, что это самая главная задача леного программирования. Их разве не семь было? Нет, их не семь. Ну, скажем так, по-моему, там есть восемнадцатая проблема смелых. Я списывал из книжки «Математика. Границы перспективы». Она уже есть, по-моему, в какой-то степени в мат... Ну, были лекции в независимом университете, смелых проезжал в конце девяностых, читал там, потом мы были ставлены. Ладно, я отвлекаюсь. Значит, пример к левите. Пример к левите. Симплекс-метод не хороший метод, потому что... В каком смысле? В смысле худшего случая. А есть, что придет о худшем случае. Потому что я сейчас напишу пример, который был в 1972 году, предложен к левите, показывающий, что ничего хорошего здесь, в принципе, ожидать не стоит. Значит, мы берем вот такой вот многограник. Ну, это, по сути, кубик немножко повернутый. Значит, ε у нас меняется в этом диапазоне. Немножко развернутый кубик. То есть я как бы нарисовал более-менее правильно. Значит, здесь 2m, m равняется 2m неравенству. Вот. И, значит, этот многограник имеет 2m вершины, как и куб. Вот. Ну, симплекс-метод при правильной установке задачи, ну, то есть специально враждебный. То есть существует такая вот задача оптимизации. То есть статок... А справа там нет ε? Есть ε, потому что я спал. Опечатан себя. Спасибо. И во второй стратегии. И во второй, да. Очень приятно читать лекцию, когда ты понимаешь, что что-то не делается, а у себя правильно. А, а иначе у вас симплекс, а не кубик. Ну... А у симплексонала вершин. Не-не-не, ну это действительно нехорошо. А вот так правильно. Значит, можно поставить задачу оптимизации так, что метод перепроходит, симплекс-метод, последовательно улучшая значение функционала, проходят все 2m вершин. Идея очень простая. Вы просто кубик так разворачиваете. Ну, есть обычный кубик. Вы немножко так наклоняете. И вот он идет вот по этим граням, по этим ребрам. Последовательно так обходя все вершины. А вы так специально развернули, чтобы он так циклически все это обходил. И в итоге сюда пришел, но обойдя все. Вот еще проблема. Это будет 2m обхода. То есть, по худшему случаю, симплекс-метод будет 2m в степени. Но, есть результаты... Ох, давайте поеду. Пишу я не уверен. Начало 80-х годов. Что симплекс-метод работает в среднем. В каком смысле в среднем, я не буду упочнять. Но потом все-таки чуть-чуть уточню. Значит, работает следующим образом. Что, значит, для задачи, для задачи вот такой. Цель x минимум. Значит, ax меньше, чем равняется b, x больше, чем равняется нуля. Вот. Где b можно считать положительным. Это называется стандартная форма. Матрица А имеет размеры m на n. Вот. Вот для такой задачи симплекс-метод в среднем требует 2m итерации, в зависимости от реализации. Или 2m на n. Вот. Это итерация симплекс-метода. А стоимость одной итерации симплекс-метода... Значит... Ну, давайте сразу. Общее число операций будет в большом реме кубе. Ну, это единственное для этого случая. Т.е. метод, прям, это вот это рем. Вот. Вот это рем. Т.е. в среднем симплекс-метод полиномиали. Но это не ответ на вопрос вот этот вот. Жду детерминированного постановка. Не в среднем нам надо, чтобы было, а просто, чтобы было всегда, по худшему случаю. А здесь вот в среднем есть, а по худшему нету. Неизвестно сейчас такого алгоритма. Ну, просто я хочу упражнение одно привести. Оно вот на эту тему. Сейчас, простите, чей это пример? Как на него прописываться? Клейминти. Пример Клейминти. Семьдесятанг год. Вообще симплекс-метод первый... Я даже видел эту статью Кантановича Гарурина. Она была... А можете их на языке оригинала написать, этих клейминти как-то? Клейминти как-то? Клейминти. Клейминти. Я боюсь, ошибаюсь, но как-то так, по-моему. Я не верю, что не говорили. Я мне вещь по-другому, это не написано, а по памяти. Значит... Спасибо. Давайте я что-нибудь сотру. Значит... Вот задача транспортная. Я просто хотел продемонстрировать на этом примере, что такое оценки, которые мы получаем. Вот она имеет такой вид. Значит... Мы переменные индексируем двумя индексами. Вот. Так вот и другие. Ну, просто виду специфические задачи. Значит... Это вот такая задача. Их, Ж, от единицы до Л. Вот. Значит... Ну, мы считаем, что есть число Н, большое, которое есть сумма Лит, равняется сумма W, Ж и от единицы до Л. У Ж и от единицы до Л. Система, разумеется, совместна. Потому что есть... Ну, это не решение, это допустимая точка. И, Т, В, Ж и от единицы до Л. Вы можете проверить, что она удовлетворяет вот этой системе. Вот. Ну, несложно проверить, что... В общем, это не важно. Тут равенство, неравенство. Это не принципиально. То есть это все как бы... Неважно. Вот. И... Значит, известно, что для такого алгоритма нижняя оценка это Н в кубе с точностью до алгоритма. Сейчас... Это транспортная задача. А, да. Это транспортная задача. Классическая транспортная задача. Вот. Задача нервопрограммирована. Вот такая. Ну, и вот видно, что поскольку ограничение Н, то оценка Симплекс метода здесь, в принципе, соответствует... Ну, опять-таки, с точностью до всех этих логарифмов соответствует нижней оценке для этой задачи. И хороший тут вопрос. Если... Ну, просто упражнение, которое... Вы можете... Как сказать... Ту база, которая сейчас уже есть, можете проверить, насколько она вам поможет решить вот такую задачу. Если у вас теперь... Более хитрая. Если теперь сумма х хитых, житых, она такая, что вот сумма по жит, так что и жит принадлежит некому графу. А есть граф, равняется L, Y. И, соответственно, X и житые. Ну, то есть не все соединятся всеми. То есть более хитрая ситуация. Вот. И у вас есть какой-то граф заданных отношений. Откуда могут возить. И вот тогда уже такое соотношение. Вопрос. Разрешима ли система? То есть вам не нужно написать решение. Вам надо ответить на вопрос. Разрешима ли такая система? То есть существуют и такие X и житые, что для заданного графа E, или для заданных чисел, ну, разумеется, удовлетворяющих этому условию, система разрешима. Вот. Ну, причем это условие возникает. Оно просто, если оно не выполнено, система заведомо несовместна. Вы просто суммируете это все по E, суммируете это все по G. И, как бы, с левых частях одно и то же получается. А вправо должно, по идее, тоже одно и то же получается. И мы это явно не бывает проговариваем, что должно получаться одно и то же. Так вот, разрешение этой системы, это хороший вопрос, не можно ответить так, просто тренироваться. Что еще с этой задачей интересно? Ну, она тут тип X метод демонстрирует. Она действительно очень часто возникает в приложениях. Ну, и она еще интересна тем, что если в этой задаче числа, числа вот эти целые, ну, положительные давайте, то тогда бельведер, который соответствует этой задаче, он обладает таким свойством, что все его решения тоже целочисленные. Это свойства так называемых у немодулярных матриц, которые здесь возникают. И матрица, вот если мы их напишем как матриц, то любой минор, то есть вот берем, хоть квадратную под матрицу вырезаем, и смотрим, какой у него определитель. То есть он плюс-минус один, вот, потому что знаменатель там будет возникает, то если это так, то тогда это свойство вера. Оказывается, результатов Пуанкаре и еще кого-то. Ну, в общем, это просто интересный пример, потому что он же возникает, например, в задаче про максимальный поток. Мы его можем описать как задачу линейного программирования. И неважно ставить его как задачу линейного программирования, как задачу целочистного линейного программирования, она эффективно решается. Потому что есть свойства... Это не для общей задачи линейного программирования, но для обшей задачи говорить, что есть целочистность, если есть дополнительные ограничения к этому, оно будет с разру tweets. Причем, для простейших вариантов, например, рюкзак, ну вот совершенно такой элементарно, с одним ограничением, все сильно очень портится. Но вот для таких задач, а вот такое свойство, что все очень целочистные. За счет рисунок этих матриц. Это характерно в транспортных приложениях, декергофовские ограничения, то есть сумма входящих равняется сумме выходящих. Ну, в разных ипостасях это можно как-то в задаче максимальной потоки. Кроме того, тут еще очень интересно, я просто на это заодно хотел обратить внимание, построите двойственную задачу, рассмотрите задачи в максимальном потоке, построите к ней двойственную задачу. Будет о минимальном разрезе двойственной задачи. И отсюда и возникает понимание того, как вот эти алгоритмы, которые даже в комбинаторной, ну, как сказать, в компьютер-сайенс возникают, как они завязаны на оптимизации. Это очень полезные, как бы, такие вещи. В частности, вот, школьникам рассказывают, у Михаила Николаевича Ялова есть книжка такая на эту тему, вот, вокруг вот этих сюжетов. Ладно, это у меня, как говорится, занесло. Давайте и продолжим сюжет про... Ты можешь перерыв? Не-не, там, доверьте, осталось буквально еще минут 10 и делаем перерыв. И тогда с этой темы заканчиваем. Значит, вот, момент такой. Вообще, вот, все, что сейчас говорится, это, ну, как бы, вещи, которые нас завязывают на компьютер-сайенс. Но, в принципе, есть вещи, которые нас завязывают на оптимизацию. Дело в том, что, когда мы... На оптимизацию, которая нам дальше понадобится. Когда мы, например, берем simplex-метод, мы в качестве, там, ну, и не только в разных алгоритмах, с которыми мы будем сталкиваться дальше, у нас возникают вот такие вот задачи. Ну, это N какое-нибудь свое. Ну, не знаю, какое-нибудь большое. Как это? N большое. Вот такого типа задачи нужно иметь решать. Ясно, что если у вас X размерности Rn, конкретно, заданной, то, чтобы решить такую задачу, ну, наверное, надо вот столько потратить операцию. Правильно? Ну, очевидно. Ну, просто. У вас есть скалярное произведение набора векторов. А R векторов, N может быть огромное число, там, 10-10. Ну, и вам надо вот все это проверить. Значит, тут оказывается, оказывается, что вот такого типа задачи, они, на самом деле, в ряде постановок, когда у этого словаря, так называемого, набора векторов ЦК, есть какая-то комбинаторная провода, они могут быть решены намного эффективнее. То есть, кроме того, можно в один понятии перерешать. То есть, мы для одного X решили, а потом X поменяли, но поменяли, понятно, как. Так сказать, ну, как-то, ну, наконец, не сильно. В нескольких компонентах. Поскольку все это, ну, это, как бы, очевидно, но что-то более изощренное. Вот, оказывается, что здесь, вот я напишу только одно слово сочетание, column generation, которое связывает с simplex-методом. Generation, вот если будет желание, посмотрите, вот этот момент, что simplex-метод, когда у него какие-то огромные размерности есть, он может быть в ряде специальных постановок задач, имеющих комбинаторную, когда природа-ограничение комбинаторная какая-то. А он может быть намного эффективнее делаться, чем полностью там реально вычислять. Ну, вот эти затраты, которые складываются, они могут быть нивелированы там, за счет как раз вот этих вот идей, что не обязательно тратить столько вот на это. Мы к этому дальше вернемся, это будет описание метода Фрэнка Ульфа, но это будет ближе к концу курса. Просто сейчас я хотела обратить внимание, что это даже возникает в simplex-методе. Вот, column generation, это то, что обычно наш рынок обращает внимание в simplex-методе. Это есть, например, книжка Немеровского по линейному программированию. Но обратите на это внимание, действительно очень красивый сюжет, связывающий с такой комбинаторной, в том числе, оптимизацией. Теперь, совсем кратко, вот, смотрите, такая общая философия, Янакакис, Демичар 90, это Янакакис фамилия, я не знаю, правильно, по-моему, ну, неважно. Значит, если у вас есть, например, задача о гометонном пути в графе, то как ее можно понимать? Ее можно понимать, как у вас есть набор различных путей, ну, то есть, которые допустимы в графе, и набор затрат на этих ребрах. То есть вы можете путь характеризовать вектором x, состоящим из нулей и единиц. Включается ребро в этот путь или не включается. Вот. А вектор c, c, это вектор просто взвешен от графа. Вам надо найти, значит, такой x, который вы доставлял минимум вот этому выражению. Минимум по x, где x там пробегает из множества путей, там, ну, вообще-то экспоненциальный набор путей. Вот из-за того, что он экспоненциальный, задача получается как бы, как бы, ну, никак бы она получается нанотрудной. Значит, c, это заданный вектор. Так вот, на эту задачу можно посмотреть, как на задачу группы оптимизации. То есть вы можете переписать вот эту задачу, вот в таком виде, как задачу, тут задача переборная. Вы можете переписать как задачу линейного программирования с, значит, экспоненциальным числом фасетов, грани. То есть вы можете поставить, соответственно, практически, ну, многим задачам, так сказать, компьютер сайенс, комбинаторная оптимизация, в том числе гаммитонный путь, поставить, соответственно, задачу линейного программирования с экспоненциальным числом граней. Вот в чем проблема. То есть, короче говоря, решать ли задачу поиска кратчайшего, там, гаммитонного пути, или просто, ну, кратчайшего гаммитонного пути, значит, и решать задачу АХ, там, меньше, чем равняется Б, где число ограничений, вообще говоря, экспоненциально по входу, ну, то есть по Н, экспоненциально по Н, а где Н, это, как бы, размер исходных задач. То есть комбинаторная, как бы, полиномиальность обусловлена числом вершин в графе, которые мы хотим найти гаммитонный путь. Это Н, это размер вот этого, вектора Х, то есть это дамбете скалярное произведение, Х помежит Н. Вот, Х помежит Н, это мы хотим полиномиальности по Н. Проблема в том, что Н не полиномиально по Н. Вот в чем проблема. То есть вот это вложение в сопоставление задачи комбинаторной оптимизации задачи линейного программирования было бы замечательно, и тогда бы тут все работало, вот эти вот методы, и так далее. Если бы у нас было такое вложение с Н полиномиальным, тогда все здорово, у нас есть заготовка. Но это экспоненциально, в общем случае. Оказывается, в ряде случаев, это вот как раз Яна Каки, с начала 90-х, что при определенной ситуации, в дополнительной особенности, особо говоря, какая интересная вещь есть. Вот смотрите, когда вы берете полиэдр, полиэдр размерности больше, чем Н, не знаю, 2Н, и берете его, проектируете. Значит, у этого полиэдра грани полиномиальное число, ну то есть, соответственно, там будет полином, Н равняется полином от 2Н. Но при проектировании вы получите, значит, многогранник, ну, полиэдр, вы получите полиэдр, соответственно, размерность которого будет Н, но число грани может быть экспоненциально большое, где-то вот порождаются лишние грани. То есть, если вам удаться раздуть задачу, за счет того, что вы увеличиваете число переменных, то вы можете вот эту проблему убить. То есть, вы убиваете ее не бесплатно, вы раздуваете Х, но раздуваете Х полиномиально, а Н тоже становится полиномиально. То есть, вот это как бы сложности описания, она... Что? Да, но спасаемся за счет того, что переходим в... Это очень популярно даже сейчас, вот, несмотря на то, что начало 90-х, вот, целое направление, я попробую все-таки сейчас найти правильную фамилию, как записать, чтобы вы могли посмотреть, это сюжет, который, мне кажется, достоин вполне... Да где же это я на Катисто? Я не понимаю, у меня был я на Катисто, я прекрасно помню. А, нет, Вавасис, Дубой Грек. А, ну, просто в Абасисто есть, я тогда... У него ссылки на Я на Катисто есть, я говорю, надо высылать, и говорить, это где она... Нет, вот, ссылки напишу к альбому. Я на Катисто. С двумя этапами. Я на Катисто. 91-й год. Значит, к чему я это все сказал? К тому, что, в общем-то, тут очень много сюжетов... Почему вот при проектировании может экспоненциальное число ограничения? Нет, в чем там проектирование? Значит, смотрите, при проектировании полиэдра с понеменеальным числом грани может получиться полиэдр, значит, соответственно, с экспоненциальным числом грани там будут уже другие, меньшие размерности. То есть, когда... Смотрите, есть такая форма. В-р-г. Да. И равняется 2. Типично, что вот это растет пропорционально друг к другу, потому что обычно, когда они строят симметрично, там инцидентность 3, да? То есть, одна вершинка соответствует трему грани. А g это как-то сопутствующий фактор. То есть, вот они растут, а это как там, ну, уже другого порядка. Но... Так вот, проблема-то как раз ровно в том, что число ребер здесь экспоненциально. Но это не интересно, потому что, когда мы работаем с полиэдром, нам важно смотреть, сколько у него грани, то есть, сколько ограничений. И у этого полиэдра число ограничений, число грани, полиномиальное, число ребер у него, ну, меньших подразмерностей, у него экспоненциально. За счет того, что вот это экспоненциально, при проектировании они-то вылезают. Вы же не грань проектируете. Вы проектируете... Ну, я не знаю, это надо себе представить, но... Вы... Слышите представить. Нет, ну, хорошо. Ну, возьмите, я не знаю, даже куб. Возьмите даже куб, просто разверните его правильным образом, и у вас вполне там может начать что-то чувствовать. То есть куб надо проецировать на плоскость? Ну, не в треникулярное ремонт управления, но куб это, может быть, самый удачный пример. Вообще, раз уже об этом зашла речь, есть очень интересные сюжеты, ведь в начале 90-х пытались доказать, что П равняется МП, да, и до сих пор пытаются. Ну, и как раз уже это на тему, как доказывать, вокруг вот этого, и там есть работы Бондаренко-Максименко, очень рекомендую посмотреть, действительно очень интересные. А относительно того, почему П может равняться МП, очень рекомендую посмотреть, очень красивые сюжеты Бондаренко-Максименко, и там никакой уже науки, по-моему, нету. То есть, стоп, 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 минутку, там не говорится, что П равняется МП, там не говорится, что П равняется МП, там просто поясняется, что если, значит, это может быть так, то какие у этого ракурсы есть, то есть все корректо. Тем не менее, вот эти фамилии Матаренко и Максименко, мне кажется, как бы интересно. Я к чему это спал, потому что у них там есть такие циклические многогранники. В общем, удивительная особенность по поводу того, как вообще выглядит типичный многогранник в многомерном пространстве. И дуется совершенно не работает, вот поверьте, посмотрите. Значит, я немножко... Еще пять минут, дайте, пожалуйста. Буквально пять минут, и все. Значит, я хочу закончить, значит, вот этот все набор сюжетов результатами Спелмана Центра, который я только сформулирую это пять минут. Но это красивые результаты по поводу того, как более разумно вводить понятия сложности в среднем для задач единственного программирования. Ну или в данном случае. Ну да, для задач единственного программирования. Значит, рассматривается та же самая постановка ЦИС. Давайте на максимум, чтобы не было ничего лишнего. И что они делают? Они говорят, что вот у нас есть... Нарисуем плоскость. Плоскость входов. Вот эта плоскость, она АВ. Ну или можно только А считать. И вот в зависимости от того, какие АВ, на самом деле достаточно только А возмущать, менять АА. Вот А у нас... Каждый А соответствует своя точка. И мы можем сложность этой задачи рисовать, значит, как бы, каким-то таким графиком. И вот, собственно, оказывается, что есть такие матрицы А, плохо обусловленные, с плохим числом обусловленных, которые приводят к большим сложностям решению вот этой задачи. Что предлагает сделать Спиельман и Центр? Спиельман и Центр. Это где-то 2001 год. Вот. Но этого легко прогуглить просто по словосочетанию смуст комплексити. Смуст аналисис. Аналисис. Так, значит, вот по этому словосочетанию. Идея очень простая. Давайте, значит, будем считать, что матрица А, это есть матрица А плюс В точка. Матрица норма А какая-то на матрицу Г. Матрица Г – это матрица, состоящая, и каждый элемент которой нормальная, случайная величина, независимо от дисперсии сигма квадрата. Вот. Ну, то есть, мы считаем, что у нас, на самом деле, задача не, как бы сказать, она не просто, как бы, вход распределён, размазан равномерно по вообще всему пространству. Ну, в некотором смысле так, оно было БОГВАР. И смейл потом, чуть попозже. А у нас в России верших спорушек. Верших спорушек. Тоже где-то с начальной 80-х. Спорушек. Тут менее известная работа, но они очень интересные. Гугл от смея, тут насчёт словосов среднего. Но в их варианте симма квадратиста и минус бесконечности. А в варианте Сенга и Спиммана симма стремится к 0. Вот. Вот это интересно. Оказывается, что, значит, существует задача вот эта. Задача. То есть, если мы, значит, как бы, понимаем время решения этой задачи, там, общей трудозатраты, как некая Т от А, то это случайная величина. Т от А. Мат ожидания. Т от А. Мат ожидания. Предположение вот это. Вот. Значит, это времени работы. Это есть полином, соответственно, от Н. Н. Ну, имеется в виду, имеется в виду в категориях вот этих вот смеловских, шубовских, ну, сколько операций архитметических. То есть сейчас биты мы не рассматриваем. Никакие биты. Логарифм единица на епсину. Ну и, соответственно, единица на симма. Вот такой полином вот от этого всего. Вот результат. Я могу более точно написать, но думаю, что вы просто можете прогуглить сами. Спильман. Спильман. Вот такой... И тут не триллиальность в том, что именно вот так вот должно уходить сигма. Если я напишу логарифм вытянется на сигма, то это не доказано. И если это можно доказать, тогда и слейл, гипотеза верна. Относительно того, что линейное программирование там. То есть это очень сильно. От этого не доказано. Доказано вот это. И ключевая здесь выкладка, ну или одна из ключевых, которая используется, ну, собственно, это вот такая же. Вероятность того, что матрица G, ну вот которую я ввел, в минус первой, значит, больше или равняется t, это вероятность, меньше или равняется, значит, корень изразмерности n, значит, это... Ну, мы тут еще считаем, что эта матрица, значит, симметрична для простоты. Значит, корень изразмерности t-сигма. На самом деле это не нужно. Ну, в общем, нет, не надо это считать, можно отдавать тоже верный результат. Вот. Ну, то есть, в принципе, тут лучше жизнь упростить, конечно, и рассматривать вариант вообще, что у нас a, t равняется a, и еще добавок a вот такая. Вот. Ну, это немножко сужает там глаз, но не важно. В общем, это все принципиально здесь вот какая идея, что мы... Что делаем сглаживая? Мы имеем эти пики, но когда мы берем шарик радиуса сигма, и в каком-то смысле считаем, что сложность считается вот в этой точке, теперь она считается как бы как средняя поздействие. То есть, за счет остроты пиков у нас получается картинка, это реальная сложность, а сглаженная сложность будет иметь намного менее острые пики. И вот эта разница в этих пиках, она... Два степени, например, клееминти, но этот пример вычурный. То есть, этот пример неустойчив. То есть, вы такой пример составили, но речь идет о работе специального симплекс-метода. То есть, о чем этот результат? Он говорит о том, что вот этот симплекс-метод, ну там, на самом деле, специального версия, значит, она работает на самом деле, ну да, вот в каких-то точках клееминти она работает, возможно, экспоненциально долго. Но чуть-чуть, совсем немножко, отойдем и сразу нормальную плену. За счет этого возникает такое понятие смуз-комплексности. То есть, это понятие, оно как бы говорит не просто, что сложность в среднем. Оно говорит о том, что это в среднем можно брать любую точку. Брать это в любой точке. То есть, центр А. То есть, тут как бы вот эта центральная А с чертой. Она для любого А с чертой. Вот как бы мы эту А с чертой не выглядели, равномерно. Коэффициентность здесь не зависит от А с чертой. То есть, мы как бы какой бы вас чертой не взяли, в классе тех матов, с которыми мы живем, вот тут все равномерно, давайте. Вот такой вот результат. Просто, чтобы вы, значит, так, качественно почувствовали, мне кажется, это, в общем, вещь довольно такая интересная. И точно последний момент. Самый последний. Я в прошлый раз говорил, что, вообще говоря, задачи, ну там, разные, нижние оценки приводил для задач, ну, в частности, общих задач, не выпуклой оптимизации. Мне хотелось бы привести один результат в амазице, в бутылку поместиться. Просто, чтобы вы поняли, что на самом деле, если мы начинаем заглядывать структуру задачи, нижние оценки начинают ехать. И вот, в частности, если мы рассматриваем такую задачу, с функцией от вот x равняется 1, 2, x, h, x, ну, будем считать, что это симметричная матрица, но неположительно-определенная, вот этого нет. Вот, соответственно, это плохо. Вот такой функционал. Он не выпуклый. Но мы считаем, что число корней, назовем его это r, число корней этой матрицы, число собственных значений, которые имеют, ну, они действительные, число корней, которые отрицательны, их r, r отрицательных корней, r отрицательных собственных чисел. Собственных чисел. Собственных чисел. Вот эти числа, они как бы и не повторят дело. Но мы знаем, что их r, r, например, может быть немного меньше, чем размер из пространства. x принадлежит r. Мы это, например, знаем. Вопрос. Какая тогда нижняя оценка? Нижняя оценка, и она достигается. Ну, давайте я даже не говорю про нижнюю оценку, а просто про то, что существует алгоритм, существует алгоритм, который работает за O большое, n в квадрате на корень из еписона, ну, еписона – это та точность, которую мы хотим решить. r, вот, на, ну, как бы некая l. Вот это l – это сложность решения обычной задачи квадратичной оптимизации. Сложность квадратичной оптимизации, когда h положительный. Ну, вот это свойство есть. То есть, есть некоторые затраты. Вот мы, когда знаем, что эта матрица положительная, эта задача решается эффективно на приеме этой внутренней точки. У нас как она решается? Ну, вот, с точностью еписона нам надо и от еписона. Дополнительно к этому, у нас, что задача не такая, то есть у нас еще r отрицательный собственных чисел, вот этот фактор возникает. Ясно, что когда r равняется n, вот оно и, так сказать, еще хуже получается, чем нижняя оценка заметная. Что мы хотим функцию минимизировать? Да, мы хотим минимизировать. У меня же минимум минут бесконечности на собственном месте. Нет, ну она на каком-то нормальном компакте рассматривается. Вот, значит, извините, я не записал. Она рассматривается на нынормальном компакте. В принципе, хороших ограничений с точки зрения вот этой вот сложности, а x меньше трогается двое. Можно считать, что, например, они компактные. Ну, за это какое-то компактное множество. Эллиотепсон что еще раз такое? Что? Эллиотепсон. Эллиотепсон это сложность решения той же самой задачи, когда расположить на определенные матрицы. Ну, когда на положение на определенные, это там полином отхода. То есть это эффективно решается. Более того, алгоритм Хачьяна, это доказано Тарасовым и Эрликом Хачьяном, точнее, Хачьяном и Тарасовым Эрликом. Чуть позже, на два года позже, что задача квадратичной оптимизации с положительной матрицей битовой сложности тоже полиномиально разрешима. То есть вот тут по полиному побольше получается. Но вот в этих категориях, эта задача не просто на полиномиальном, так сказать, приближенность, ну, в точности там ипсел, в смысле смейлах, то есть обычных операций, вот там, умножить, разделить, не считая, сколько стоит это все, какая она идтица. Но оно зато приближенность, в точности какой-то там ипсел. Так вот, эта задача абсолютно точно решается, абсолютно точно за полином отхода в битовой сложности, в битовой модели сложности, когда H положительно определенная матрица. Вот. Ну, и вот эта N, это даже не в битовом, а еще более компактной, в смейловской сложности, но, правда, с точностью там ипселом. Вот. Вот такая вот оценка, значит. Вот такая вот оценка. Эта оценка говорит как раз о том, что если все-таки мы не просто абстрактно говорим, что у нас какая-то задача не выпукла, а у нас есть какая-то классификация, то вполне можно получать, да, не очень хорошие, но, вообще говоря, намного лучше, чем нижние оценки. Более-менее вот этот вот набор сюжетов с нижними оценками я заканчиваю, и хотел бы спросить, все ли здесь понятно, или там есть какие-то вопросы от этой темы. А в каком месте программы? Мы заканчиваем старую, закончили вторую лекцию практически. Я сейчас еще посмотрю. Да, да, мы закончили, наконец, вторую лекцию. Сейчас я буквально попробую. Ладно, ладно, устраивается. Вот так. Ну, похоже на то, да. Очень похоже, что мы, правда, закончили. Да, значит, я поэтому спрашиваю, есть ли вопросы по этому всему. Ну, картина рисуется. Можно после перерыва задать вопросы? Можно во время перерыва задать вопросы. Да, перерыв, ну сколько, пять минут? Давайте десять хотя бы. Давайте семь. Спасибо. Спасибо.